добрый день почему важность вопроса возникла то есть для примера хотя бы можно озвучить сейчас то что происходит еще не некоторое время назад активно обсуждалась вопрос что в российской энергосистеме есть 30000 мегаватт лишней мощности которые нужно срочно выводить потому что она не востребована произошли определенные изменения у нас 36000 мегаватт парогазовых установок выполненных на основе импортных газовых турбин и вопрос уже по поводу если у нас лишние 30000 мегаватт он уже как бы актуален и выводить точно уже никуда не нужно из статьи недавно там прочитала в прессе о том что руководителя россии написал письмо президенту российской федерации и сказал что в общем как бы есть определенные сложности с тем что потребитель строит свою генерацию это приводит к недофинансированию сетевого комплекса то есть проблема очевидно есть эти проблемы были понятны и вчера и 5 лет назад и 10 лет назад по большому счету когда начиналась программа дпм все предупреждали что в общем то могут возникнуть существенные сложности с газовыми турбинами вопросы связанные с финансирование сетей и возможным выходом крупных потребителей отключение в том числе от единой энергосистемы тоже обсуждался в том числе и в институте народного хозяйственного прогнозирования не помню там сколько лет шесть назад там да там пять поэтому то что происходит оно в общем то закономерно и было понятно заранее вопрос почему ничего не делалось в это время да и что нужно делать чтобы исправить ситуацию и в будущем не допускать ошибок но я начну просто снег нескольких файлов которые достаточно быстро пойдем это для понимания что такое ну исходные данные да там дано найти решение то есть у нас тут первое это сравнение крупных городов европейского европейского союза и российской федерации мы видим что в общем то верхние температуры они почти везде и въезд и в российской федерации похоже находится между 30 и 40 градусами можно вернуть да а а нижней температуры в российской федерации в крупных городах соответственно значительно ниже понятно там последний город это якутск 1 сочи но в целом в общем большинство на россии на территории российской федерации мы имеем суточную то есть температурную неравномерность течение года значительно более широкой чем в европейском союзе средняя годовая температура значительно ниже чем европейском союзе поэтому когда предлагается сравнивать с какими-то достижениями энергетики европейского союза мы должны к этому хорошо относиться внимательно но понимать что у нас в общем на другие климатические условия при этом при прочих равных условиях если мы захотим сравнить коэффициент используя установленные мощности в российской федерации он должен быть значительно ниже чем европейском союзе ну и просто из-за того что у нас более широкий температурный диапазон данный график показывает для среднесуточную температуру воздуха в с центра там за период 11 лет там с 1 11 года 20 31 декабря 21 года и мы видим что температура ниже среднесуточной ниже 10 градусов там было но дней там 200 за 11 лет то есть но не более там среднем 20 дней в году мини же 20 градусов цельсия то есть вообще там несколько дней зависит рассматриваемый период то есть по большому счету у нас возникает вопрос а что делать с энергоснабжения вот эти дни когда у нас с вами температура ниже скажем минус 20 градусов в с центра то есть нужно ли для этого строить там мощности или соответственно можно находить какие-то другие способы решения задачи следующий график это коэффициент используя тепловой тепла топлива тепловой генерации с россии с 92 года по 2019 понятно что девяносто втором девяносто четвертом году наши отцы деда там кого-то может быть там прадед этом да управляли энергосистема используя морально устаревшие генерирующие оборудование но имели коэффициент используя теплотоплива на уровень 56 почти 57 процентов 2013 году 2014 практически полностью завершилась программа дпм и когда были построены основные мощности пгл современные эффективные так далее мы видим что коэффициент используя теплотопливом там 54 там и 4 до максимально восемнадцатом году поднималась до 56 дух понятно что там есть некоторые температурные графики так далее мы видим что замена морально устаревшего оборудования на супер там современные там большом количестве но не дала необходимый эффект по 6 если бы реально велись правильный режим это величина должна была превышать там ну процентов 60 а мы имеем с вами 56 2 следующий графики это верхний график это загрузка гидроэлектростанций течение года и мы видим что гидроэлектростанции работают не в течение всего года могут предоставлять регулировочный диапазон на который там все ссылаются вот гидроэлектростанции пусть ведут режимы в период паводка период нереста мы видим что собственно регулировочный диапазон гидрогенерации практически равняет ну очень небольшой это вот величина вся в европейской части российской федерации она характеризует гидроаккумулирующую станцию загорскую там небольшую на юге ним несколько небольших гидростанций которые могут вести режимы там на юге все гидростанции ложского каскада включая им электростанции рахах построены на соответственно притоках волги они работают в базе не предоставляя регулировочного диапазона более низкий это вот график загрузки атомной генерации там за этот же период времени следующий вопрос который принципиально важный является суточный график потребления электрической энергии до 5 данные для европейской части там урал включает и мы соответственно видим что по факту на экране левый график это потребление промышленных предприятий направо это гарантирующих поставщиков то есть это население мелкомоторка и так далее то есть внедрение уставочные модели рынка привело к тому что у нас в общем то график вырывнулся и даже в ночной период времени когда собственно существуют определенные проблемы у нас где-то там на один гигаватт электрической мощности промышленность потребляет больше чем днем да и так вопросу о том нужно ли там заниматься дополнительно управлением спроса когда можно принципе решать эти задачи через сформирование правильных сигналов на уровне модели то есть у нас неравномерный суточный характер обеспечивается большому счету населением мелкомоторкой который находится в достаточно в крупных городах ну и соответственно сейчас приступаем к вопросу системного подхода то есть системный подход по включает себя вопрос анализ именно системы и начнем мы с конституции российской федерации да то есть есть преамбула мы много многонациональный народ российской федерации стремясь обеспечить благополучие процветания россии исходя из ответственность за свою родину перед нынешними и будущими поколениями принимаем конституцию российской федерации статья 7 говорит то что российская федерация социальное государство статья 8 говорит что в российской федерации гарантирует соединенство экономического пространства свободное перемещение товаров услуг финансовых средств поддержка конкуренции свободы экономической деятельности и вот статья 75.1 которая была новая не говорится о том что российской федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны повышения благосостояния граждан там ну и так далее то есть по большому счету нам для дальнейшего анализа нужно понимать что у нас российской федерации это государство но социально у нее есть обязанности и принципе есть огромные полномочия для принятия тех или иных решений там в конституции если разделение там федерального уровня регионального ну и так далее стратегически планирование текущие что у нас в российской федерации соответственно здесь к сожалению многие те кто занимается даже разработкой разных документов стратегического планирования не знают что у нас есть закон о стратегическом планировании российской федерации в соответствии с которым идет осуществляется стратегический планирование федеральном уровне уровне субъектов и уровне муниципальных образований при этом законе четко прописано что предполагается согласованность и сбалансированность документов стратегического планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым ресурсам и срокам реализации, синхронизацию горизонтов прогнозирования, целей полагания и планирования. То есть это закон Российской Федерации о стратегическом планировании. К стратегическим документам, предъявляющим развитие электроэнергетической и теплоэнергетических систем, относятся до федерального уровня. Это энергетическая стратегия Российской Федерации, генеральная схема размещения объектов электроэнергетики, Схема и программа развития ЕС России СИПР и ЕС. Сейчас с прошлого года это СИПР, схема и программа развития электроэнергетической системы России. На региональном уровне выполнялись разные работы, но основной документ – это схема и программа развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации. Это действовало до конца 2022 года. Сейчас это передано системному оператору, фактически выполняется на федеральном уровне в рамках схемы программы развития электроэнергетических систем. И муниципальный уровень – программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений городских округов, схемы теплоснабжения и схемы электроснабжения. Принципиальным вопросом, когда мы говорим с вами о стратегическом планировании, даже в Советском Союзе, когда смотришь документы, читаешь по планированию, там есть термин «платежеспособный спрос». То есть в Советском Союзе при всем госрегулировании, планировании и так далее термин «платежеспособный спрос» использовался. Если посмотреть текущую картинку по стратегическому планированию, то «платежеспособный спрос» появляется только на муниципальном уровне, где, соответственно, существует требование проведения анализа доступности коммунальных услуг к населению. Ну и там, соответственно, еще отдельно это влияние тарифов на, соответственно, потребителей, то есть изменения. На уровне федеральной энергетической стратегии основная сложность которой – там нет потребителя. То есть там есть красивые слова, но по большому счету платежеспособного спроса никогда не было. То есть, в принципе, есть некие энергетические ресурсы, которые вырабатываются в различных в топливном хозяйстве, в генерации, и которые должны почему-то быть кем-то потреблены, но забывается, что за это нужно оплатить. А если, соответственно, платежеспособный спрос на данные услуги, на то, что заложены цели, скажем, в энергетической стратегии или нет, и что нужно сделать для того, чтобы обеспечить платежеспособный спрос, ну, этого нет. То есть, в отличие от тех же китайцев, в которых, соответственно, активно работали на формировании платежеспособного спроса внутри Китая, для того, чтобы снизить зависимость от экспорта. Дальше, следующий вопрос, принципиально важный для стратегического планирования. Энергетическая стратегия Российской Федерации разрабатывается на 15 лет. Ну, генеральная схема сейчас там на 18 лет, СИПРО-ИЕС разрабатывался раньше на 7 лет, сейчас вот объединенный на 6 лет. Схема региональной программы развития электроэнергетики разрабатывалась на 5 лет. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на муниципальном университете разрабатывается фактически на 15 лет на действие градостроительного плана, то есть поселения и городского округа. На этот же период разрабатывается схема теплоэлектроснабжения. То есть у нас получается смешная картинка, что документ верхнего уровня иерархии, энергетическая стратегия на 15 лет вперед дает информацию только общую, ну, то есть в определенной степени пожелания. А в схеме теплоснабжения, в схеме электроснабжения разработана детально на эти 15 лет загрузка каждой турбины, каждого котла, четкое понимание, откуда и какое топливо, соответственно, будет использоваться. Определены тарифы, определены инвестиционные программы и все остальное. То есть по большому счету получается, что на федеральном уровне, на тот же самый период прогнозирования, точность и конкретизация цели, она на самом деле слишком общая, в отличие от того, что делается на муниципальном уровне. Понятно, что это противоречит, в том числе, закону о стратегическом планировании, ну и, в общем-то, логике стратегического планирования. Понятно, что в федеральном уровне должен быть несколько, горизонт прогнозирования несколько дальше. Если мы на 15 лет на муниципальном уровне уже разрабатываем, то, наверное, на энергетической стратегии, ну лет на 25 должна быть, да, на 30, а генеральная схема может быть еще дальше. При этом генеральной схемы вопросов особых нет, потому что это документ, который определяет просто резервировать территорию для возможного строительства энергетических объектов, что, в общем-то, является правильным, чтобы случайно кто-то что-то не застроил, да, вдруг потребуется энергия. То есть, по большому счету, на данный момент времени у нас существуют явные противоречия между федеральным законом в стратегическом планировании и самым стратегическим планированием в энергетике. И понятно, что его нужно, соответственно, улучшать. Да, там определенные движения есть, но, в общем, как бы хотелось что-то более серьезное, да, то есть, как бы проектирование развития ЕС-Россия, то есть научный подход к проектированию развития, если мы возьмем, опять же, там, советские документы, предполагал проведение системных исследований с учетом технологических, экологических, экономических, социальных факторов. То есть, по большому счету, достаточно комплексное исследование, которое анализировали различные состояния, там, соответственно, общества, экономики. Важным и принципиальным было проведение анализа живучести систем энергетики. Проектирование сложных территориально распределенных энергетических систем предполагало сопоставление живучести различных вариантов территориального размещения объектов электроэнергетики. В настоящее время, то есть сейчас чуть-чуть изменилось, но в целом проектирование развития электроэнергетической системы основывается на балансовом методе. При выполнении расчетов показателей балансовой надежности не учитываются ограничения по составу генерирующего оборудования электростанций внутри суток, допустимой минимальной нагрузки и скорости изменения нагрузки электростанций, а нагрузка и располагаемая мощность в ССС принимается равной нулю. Да, там год назад было принято определенные правки, и теперь в случае, если там есть какие-то статистические данные по ветрогенерации и солнечной генерации, то они используются. Но проблема в том, что с киумом в среднем 15% для солнечной генерации и для ветра в районе 28%, то мы будем учитывать в этих расчетах скорее всего только мощность, не в 100% мощность, а всего лишь мощность, которая имеет отношение к этому, соответственно, к киуму. А если мы с вами планируем рассчитывать надежность, токи и все остальное, мы должны предполагать, что в какой-то момент времени может подуть ветер, солнцем будет по максимуму, и мы, соответственно, получим максимальную нагрузку. Ну и, соответственно, понятно, что целью проектирования развития ЕС России должна быть требование, что структура генерирующей мощности должна, соответственно, обеспечивать эффективность и надежность электроснабжения потребителей по приемлемым ценам и соответствовать экологическим требованиям. То есть термины, что были 50 лет назад, что сейчас, они по большому счету пока не сильно целевые функции применяются. В Советском Союзе было требование и цель, что ежегодное повышение качества жизни населения, то есть ключевая тема. То есть у нас по большому счету в Конституции тоже прописано, что государство социальное. Ну, для примера здесь сейчас показал две вещи. То есть верхняя часть – это показатель расчетной надежности, который используется в Советском Союзе. В его ходят понятия удельный прирост затрат на генерирующую мощность и удельный системный ущерб. То есть системный ущерб, там, понятно, народному хозяйству, потребителям и, соответственно, там, расчетный период. В настоящее время это поменяли на просто недоотпуск электроэнергии, потому что считать ущерб для каждого предприятия становится как бы неинтересно, да, и это уже не проблема государства, а проблема частных собственников. И, соответственно, произошла подмена. То есть мы имеем те же самые показатели расчетной надежности, но он считается совершенно по-другому. То есть у нас вот недоотпуска электроэнергии, на весь, соответственно, отпуск электрической энергии. Поэтому принципиально, опять же, мы возвращаемся, что раньше мы учитывали ущерб, мы учитывали затраты, сейчас мы перешли только к стоимости фактической, там, ну, физическому объему электрической энергии. Системный подход. Понятно то, что уже было сказано уважаемым ведущим, что эта тема известна давно. Академик Милентьев, соответственно, там, опубликовал с нами замечательные труды по данному поводу, и он, соответственно, предполагает направление, там, методологии познания, основе которой лежит исследование объектов как систем. Что ключевой там? В Советском Союзе оптимизация выполнялась на базе народно-хозяйственного эффекта, выраженного в денежном выражении. То есть эта позиция академика Милентьева была, что нужно выражать все в денежном эквиваленте, это является правильным. И, в принципе, в тот период времени, наверное, это было действительно правильно. Дело в том, что за 30 лет, скажем, в Советском Союзе тарифы на электрическую энергию для промышленности и для населения менялись всего два раза. Поэтому, в принципе, да, если у вас есть некие цены постоянные, почему, собственно, не переводить все в денежные выражения? В настоящее время в трудах там академиков Макарова, Филиппова, Воропая, Стенникова и многих других, которые занимаются данными темами, то есть в тех же самых институтах, которые представлены, то есть представляют уважаемые люди. Отмечалось появление новых факторов методологии системных исследований в энергетике. То есть первое, что произошло изменить, это либерализация и реструктуризация энергетики, появление государственной собственности, глобализация. Ну и, соответственно, вот академик Филиппов оказывал там своих работах на кадровые, ограниченность кадрового ресурса, да, то есть фактически о том, что осталось очень мало научных организаций, которые способны обеспечить управление технологическим развитием энергетики, его прогнозировать и так далее. В своем докладе я попытаюсь ответить на некоторые вещи и предложить какие-то механизмы решения вопросов. Каким образом поступать с теми новыми факторами, которые появились, и каким образом, соответственно, можно их использовать больше. У нас что получилось? Как только у нас появился рынок, было сказано, что есть невидимая рука рынка, которая все, в общем-то, разрулит, поэтому заниматься какими-то прогнозированием, особенно люди, которые раньше работали в Госплане, начали активно выступать, что все плохо, вот рынок, это все хорошо, и, соответственно, ничего делать и думать не нужно. То есть ключевым вопросом, который, с моей точки зрения, кажется, является оптимальным, это параметры оценивать именно конкурентноспособность. То есть у нас цель является конкурентноспособность экономики страны, то есть ее озвучивал президент неоднократно. Конкурентноспособность – это, понятно, основа развития, и конкурентноспособность – это способность определенного объекта или субъекта взойти конкурента в заданных условиях. Национальная конкурентноспособность – это способность страны добиться высоких темпов экономического роста, которые были устойчивы в среднесрочной перспективе. Ну и основа конкурентноспособной экономики – это конкурентноспособная промышленность. То есть, по большому счету, есть определенные термины, которые определяют разную конкурентоспособность, национальную и так далее. Дальше, если мы вспомним с вами классическую экономическую теорию, она должна быть известна и тем, кто изучал марксизм и ленинизм, в работах три источника, три составные части, и тех, кто уже после изучал экономику рыночную. И она, соответственно, определяет развитие экономики отдельных стран и места стран международной системы разделения труда, определяется ее конкурентными преимуществами, которые могут быть объективными и искусственными. Объективные – это климатические, географические, природные, искусственные, как у нас сейчас низкая зарплата, в каких-то странах, наоборот, низкие налоги, кредитно-денежная политика, наличие технологий и другие. Включимым фактором, что произошло в настоящее время, нужно отметить, что деньги, то, что я, в принципе, здесь выступал, не помню, несколько лет назад, что деньги поменяли свою первоначальную сущность, облегчать товарообмен и сталь. То есть у нас получается, что конкурируют между собой, то есть когда мы будем анализировать систему, мы должны анализировать, в первую очередь, не отдельно, как сейчас у нас модно, там ветра установка, там солнечная установка, электростанции, все хорошо, а мы должны, соответственно, анализировать, переключили, а можно вернуть? А, вернули, да. Централизованной, допустим, системы, то есть именно системы, централизованной системы и автономной системы энергоснабжения. Мы смотрели в Германии, то есть после ввода платежей за выбросы СО2, то есть поддержка зеленой генерации промышленным предприятиям стало невыгодно, им стало гораздо проще отключиться от единой энергосистемы, перейти на автономные источники и потреблять электроэнергию от своих источников, поработающих на газе. И понятно, что в первую очередь ушли те, кто работает в три смены. Ну, потому что ровный график, и в этом смысле все неплохо окупается. Но это закончилось тем, что были вначале приняты жесткие меры, которые ограничивали возможность потребителей уйти и отключиться от энергосистемы, а в конечном итоге дали бы скидки. Это ниже тоже там посмотрим, там график. Дальше мы при анализе должны рассматривать разные системы энергоснабжения на базе разных технологий. Когда мы говорим, опять же, там ветер, солнце и так далее, то мы забываем о том, что для того, чтобы работал ветер и солнце, они влияют, необходимость накопителей, да, там, соответственно, влияют на системы электропередачи. То есть, соответственно, там снижение киума потребует больше пропускные сечения. То, что не учитывается, ветер и солнце влияют на, соответственно, генерацию, ну, то есть на баланс реактивной мощности в энергосистеме. В отличие там, потому что они выдавливают из баланса тепловую генерацию с генераторами, способными работать, и не только там генерить реактивную мощность, но и потреблять одновременно. То есть у нас просто, вот, может быть, уточню больше, у нас с вами есть полный вектор мощности, который вырабатывает генерирующая компания. У него есть две проекции. Одна там, это активная мощность, вторая – реактивная. По большому счету, система координат, понятно, она придумана, она удобная для выполнения расчетов, но с точки зрения энергетики, это, в общем, как бы проекции одного вектора. Да, их сейчас разнесли там на две части, одну контролируем, другая вообще, о нем забыли в значительной степени, и возникает проблем. Но это, как бы, опять же, чуть дальше. Автономных энергосистем на базе разных технологий. Тоже у нас есть, как бы, автономные энергосистемы, которые можно там обеспечить, соответственно, электрической энергией, теплом, и разные энергосистемы могут, соответственно, там, на базе разных технологий иметь определенные преимущества. Технологии при реальных режимах загрузки оборудования. Если мы сейчас вспомним про наилучше доступные технологии, то там, в общем-то, данные по эффективности оборудования каждого работающего в эффективных для каждого оборудования режимах. Проблема в том, что эти режимы могут существенно отличаться и быть не востребованы в энергосистеме. И тогда у нас получается, что мы, как бы, сравнивая, делая выбор на основании наилучших доступных технологий, можем выбрать не то оборудование, которое даже не сможет работать при реальных режимах загрузки. Допустим, на примере, там, есть парогазовые установки с КПД, там, 63%, там, супер, все замечательно, но они не могут работать ни в пиковом, ни в полупиковом режиме. Это базовая генерация, и если мы их попытаемся заставить работать в других режимах, в пиковом, полупиком, то, скорее всего, они через какое-то время очень коротко выйдут из строя, и нам потребуется что-то с этим делать. Ну и вопрос ключевой, который, опять же, у нас существует конкуренция между инструментами. И там чуть позже, там, на следующем слайде покажу, что это рынок, его срегулировать, с моей точки зрения, это инструменты, которые должны позволить решить задачи, достичь определенных целей. И между ними они тоже могут конкурировать. И, например, мы можем вспомнить с вами калифорнийскую модель, которая там в 96-м году, по-моему, была, 1996-м год, запустили в Калифорнии модель рынка, и с 1 января 2001 года ее просто закрыли. А она запускалась для чего? С помощью рынка планировалось снизить стоимость электрической энергии в Калифорнии минимум на 10%. После того, как вместо того, чтобы снизиться, цена начала расти, а в некоторых случаях и в десятки раз, руководство штата приняло решение, эксперимент по данной модели рынка в Калифорнии закрыть. То есть получили отрицательные результаты и решили, в общем, как бы больше пока не заниматься в то время рынком, подумать, как можно сделать по-другому, достигнуть снижения цен. Ну и понятно, что при анализе мы всегда должны учитывать ограничения, ограниченность ресурсов, требования к надежности и живучести, платежеспособный спрос, о котором я говорил раньше. То, что там неоднократно писалось и академиками, и Милентьев, это неполнота и неточность информации. И то, что принципиально, опять же, в тех же книгах можно посмотреть, что и обсуждалось даже в Советском Союзе, это ответственность за результат. То есть в каких-то случаях кто-то не сильно хотел отвечать за результат, а в некоторых случаях хотелось приукрасить, и поэтому информация передавалась несколько некорректно. При этом, с моей точки зрения, ответственность за результат должна иметь место как в случае ошибочных действий, так и в случае бездействия. Рынок и госрегулирование. То есть вот с моей точки зрения, рыночные методы и методы госрегулирования являются лишь инструментом достижения поставленной цели. В разное время, в разных условиях преимущество может приходить одного инструмента к другому. То есть, в принципе, эту тему тоже обсуждал на одном из семинаров в Институте народно-хозяйственного прогнозирования. Смотрите, в чем тонкость. Дело в том, что если мы посмотрим на себя любимых, то мы в своей жизни для себя любимых используем как методы рыночные, так и методы регуляторные, да, то есть конкурентные методы и регуляторные. И мы даже не обращаем на это никакого внимания, то есть в какой-то момент, вот хочу красное, да, а в какой-то момент, а что там у нас цена-качество, да. И при этом мы это делаем для себя. И понятно, что для себя мы, очевидно, плохо не делаем. Мы пытаемся выбрать самые лучшие способы решения на поставленные задачи перед нами. А приходя там на работу, да, мы почему-то становимся либо только рыночниками, или только, соответственно, теми, кто там за госрегулирование. Вот с моей точки зрения у нас, соответственно, должна быть поставленная задача. Предположим, мы хотим построить дом. То мне, честно говоря, без разницы, какими инструментами будет одна группа строителей или вторая группа строителей пользоваться. Мне главное, чтобы они обеспечили качественно, в сроки построили дом. А если строители вместо того, чтобы строить дом, будут ходить на митинги, поднимать транспаранты, что вот мы там за мастерок, мастерок наше все, или мы там за ножовку, то, понятно, это отвлекает их от строительства дома. И в конечном итоге мы дом можем никогда и не построить. То есть вся наша энергия уйдет на, соответственно, обсуждение, какой инструмент лучше. Понятно, что если мы считаем, что это инструменты, рыночные инструменты и инструменты госрегулирования, то ответственность за ошибки, то есть за ошибочное использование инструмента, повлекшее на несение экономического ущерба, должно быть одинаковым для равного ущерба и не зависеть от используемого инструмента. Нас же не интересует, по какой причине, там топором что-то рубанули, или там, соответственно, там, не знаю, ножовкой там не там отпилили, да. Ущерб нанесен, соответственно, ответственность должна быть одинаковая. У нас, к сожалению, получается следующее, что принимая рыночные, как бы запуская рынок, мы как бы говорим, а вот за это теперь никто не отвечает. А если там мы занимаемся госрегулированием, у нас получается другая картинка, что ответственность есть. Ну и понятно, что в настоящее время у нас огромное количество людей, считающих себя рыночниками, но, по сути, в большинстве случаев это защитная реакция, да, но если вот используя один инструмент, можно ни за что не отвечать, ну, как бы нормально, давайте я буду таким уважаемым рыночником. Если ввести ответственность за экономический ущерб, и частично, в принципе, мы видим в некоторых развитых странах экономической, что если там есть права экономической политики, то кого-то отправляют в отставку, да, там, и так далее, то, соответственно, у нас, очевидно, будет количество рыночников, наверное, будет гораздо меньше, чем сейчас. Понятно, что ключевое отличие государственного регулирования – это среднеизвешенная цена, а в случае там рынка – это маржинальная цена. В идеальном случае, если у нас есть эффективное госрегулирование и эффективный рынок, то нагрузка на экономику в рамках государственного регулирования будет меньше. Одним из вопросов, которые вот сейчас вот сталкиваюсь, вижу там и статьи в научных журналах, и люди там часто на конференциях выступают, что нам нужны новые модели рынка, вот хороший рынок – это одного покупателя, одного продавца. Но проблема в том, что у нас 4M, федеральный оптовый рынок электрической мощности, по сути, и был рынком одного покупателя и одного продавца. Если вы приходите и предлагаете, давайте мы введем вот этот рынок, ну, нужно сказать, что рынок, который действовал, да, там было госрегулирование, да, ну, по большому счету, что покупатель будет назначать цены, что, соответственно, государство назначает цены экономически обоснованные, по сути, это, как бы, большой разницы нет. Мы с вами получаем картинку, что надо сказать, о чем был плохо, почему, соответственно, там, от 4M, допустим, отказались, да. После 4M был запущен рынок 5.15, это рынок потребителей, у многих есть иллюзии по поводу того, что вот РАУ из России тогда победила, всех проломила и так далее, нет. Ну, РАУ точно не проиграла, но точно не победила. То есть в этот момент времени был конструктивный диалог между потребителями и генерацией. Рынок 5.15 был рынком потребителей, ключевая задача которого стояла запустить часовое планирование потребления электрической энергии потребителям. Если вы умеете планировать, то вы, соответственно, будете выравнивать графики. Если вы посмотрите вот предыдущий график, который я показывал, где там промышленность выравнивала свой график, ну, это как бы результат вот запуска первоначального рынка 5.15. Но РЭМ – это новый оптовый рынок, который сейчас называется просто РЭМ, это рынок генераторов. Почему потребители, которые только что отстояли свои права там на рынок, и не допустили там калифорнийскую модель, почему они согласились на переход на генераторов, рынок генераторов, я, честно говоря, не совсем понимаю, но это как бы их право. Да, сейчас быстро. Рынок и госрегулирование, то есть, опять же, показывают, что в зависимости от скорости реформ направления могут получиться разные равновесные цены, но по определению они все являются рыночными. Поэтому у нас, в принципе, может быть огромное количество рыночных инструментов и, соответственно, рынков. Ну, здесь это просто картинка показывает то, что почему не может быть одноставочного рынка. То есть, просто когда у вас потребление идет там от максимального до минимального, если там, предположим, какая-то электростанция потребует, чтобы она работала в один час, она должна за этот час купить все свои годовые затраты. Цена маржинальная, то есть, в этом момент вырастет цена для всех, ну и так далее. То есть, поэтому вопрос упирается в том, что идея просто, рынок одноставочный, он как бы не работает. Дальше вопрос по приватизации. Вот это годовые КП, которые я там взял из годового отчета одной компании. Там рентабельность собственного капитала, прибыль на аналог обложения, операционный денежный поток, выполнение инстонного программы, выполнение интегрированных, инновационного показателя, рентабельность инвестиций, выбросы CO2, количество персонала, доля мощности новых прогрессивных технологий. Это государственная компания. По большому счету, это говорит о том, что нет разницы между государственной компанией и, соответственно, частной компанией. Все зависит от цели, которые заложены в энергетическую стратегию развития данной компании. Для государственной компании – это какие задачи государство ставит перед компаниями. Обсуждать вопрос, если государство скажет, давайте работать без прибыли, то есть, как, допустим, в Норвегии или в Австрии, и достигать определенных результатов, то, наверное, и, соответственно, при премии и заработной плате, премии сотрудников этих компаний будет зависеть от достижения этих результатов. Ну, наверное, мы с вами, картинка будет другая. А так, ну, в общем-то, нет никакой разницы у нас. Государственные компании, частные компании, у них поставлены задачи, они их и решают. Следующий вопрос ключевой. У нас с вами каким образом оценивать конкурентноспособность, каким образом реагировать и как быстро бежать, соответственно, принимать какие-то решения. У нас ключевая тема сейчас по всему миру – это климатическая повестка. И вопрос следующий. Нужно ли нам прыгать в последний вагон уходящего в неизвестном направлении поезда? Вот есть, соответственно, указ президента. Обеспечить в 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% на силе 0 на 90 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем. При условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации. То есть, понимаете, в указе четко указано, что максимальная возможность поглощающая способности лесов и иных экосистем. Рисунок, который ниже, он показывает некую область, которая связана с зарастанием брошенных, неиспользуемых сельхозугодий в Российской Федерации. Это там на данный 2015 год были взяты. Сейчас должно зарасти больше. График следующий. То есть, линия 1 – это банитет. Ну, то есть, существует 5 банитетов развития леса. То есть, самые лучшие условия климатические – это один. Второй там, самый худший – пятый. Вот линия 1 – это, соответственно, первый банитет. Линия 2 – это банитет номер 2. Ну, учитывая, что это сельхоз все земли, там, в принципе, это не болото, там растет все хорошо. Я уточнял это со специалистами, которые занимаются лесным хозяйством. А 40 и 100 процентов – это 40 процентов было на 2015 год, заросло этих земель. И, соответственно, там предполагалось, что к 2020-2022 году зарастет 100 процентов. То есть, внутри данного четырехугольника это возможные варианты поглощения углекислого газа заросшими лесами, вот неиспользуемые сельхозугодьями. То есть, это молодые леса. Нельзя сказать, что они там старые, поэтому мы их не будем считать. Молодые леса, у них очень хорошая продуктивность. И мы видим, что 3 и 4 – это поручение президента. 3 – это на, соответственно, там, фактические данные, там, на 2021 год. 4 – это, если там, на 2030 год. Но мы видим, что если мы просто посчитаем поглощение этих лесов, которые возникли на неиспользуемых сельхозугодьях, то мы, соответственно, с вами уже выполнили поручение президента Российской Федерации. А вот цифра 5, она показывает линию, которая соответствует углеродной нейтральности экономики Российской Федерации. То есть, с большой вероятностью мы можем оказаться в ситуации, что мы уже и экономически нейтральны по выбросам парниковых газов. То есть, в общем, надо только посчитать и дальше, соответственно, доложить, да, отчитаться президенту. И, в принципе, это хорошая позиция, которая может быть при переговорах Российской Федерации с другими странами. То есть, это означает, что нам, в общем-то, особо спешить точно не надо. Мы среди лидеров. Данный график, я, в общем-то, показывал, наша энергосистема является одной из самых эффективных по выбросам углекислого газа, электроэнергетической системы. Мы лучше, чем Германия, лучше, чем США, лучше, чем Китай. Два раза, понятно, лучше Северная Корея, лучше, чем мир и так далее. То есть, в этом смысле, а зачем нам впереди вяжать там всех, да, то есть, вот, опять же, по отчету, который есть, ежегодно там сдается в Организацию Объединенных Наций, у нас снижение на 52% с учетом сектора землепользования, изменений землепользования лесного хозяйства. То есть, мы достаточно серьезно переезжаем там в Европейский Союз. При этом нужно понять, что в Европейском Союзе основные экологические лидеры – это прибалтийские страны, которые там снизили свое потребление, то есть, выбросы газа углекислого там на 60%, на 50%, мы тоже понимаем, по какой причине. Дальше, нужно ли обижать нам к зеленому водороду? Вот темная семья – это цена водорода самая большая, там красная – самая дешевая. Вот наша страна, это при переходе на зеленый водород, по данным Международного энергетического агентства, мы будем неконкурентно способны. Поэтому нужно нам туда обижать? Очевидно, нет. Потому что если мы будем неконкурентно способны, то, наверное, у нас и страны не будет. Дальше вопрос, когда мы обсуждаем тему, там, Европейский Союз или еще кто-то, мы должны четко понимать, а достигнут они тех… Ну, то есть, это как бы сравнение, да, то есть, опять же, там, конкурентно способность, сравнение с заграницей, да, то есть, там, с нашими конкурентами. Им для того, чтобы достигнуть к 50-му году нейтральности, им нужно построить в 33 с лишним раза больше ветропарков и солнечных электростанций, чем они имеют сейчас. То есть, они в каждый год должны строить столько, сколько есть сейчас. Они строят меньше 10%. То есть, это означает, что они, очевидно, не достигнут никакого результата к 2050-му году. Если вспомнить, что несколько месяцев назад вот на таком же семинаре выступал профессор из Португалии, который уже сказал, что Евросоюз не успевает к 2050-му, дай бог, к 2070-му, то вопрос, а нужно ли нам вот спешить, да, там, создавая, поднимая там цены и все остальное. Дальше, когда мы говорим про вот ограничения, то есть, потребность в водных ресурсах, то есть, это среднемноголетний 100 крупных европейских рек, там, пару крупных европейских рек может потребоваться для того, чтобы перевести их в водород. Но я не думаю, что кто-то там на этим согласится, у них есть еще концепция о биоразнообразии. Дальше сравнение, вот то, что я говорил, сравнение различных систем. Если Евросоюз перейдет на вот ветер и солнце, да, и там чуть-чуть оставит там газотурбинных установок для ведения режимов, материалоемкость вырастет в 18 с лишним раз. И тут уже не обязательно там заниматься расчетами цены. Мы можем с вами сказать, что централизованная система, энергосистема на базе, соответственно, ветра и солнца, она, скорее всего, проиграет в конкурентной борьбе той системе, которая сейчас просто 18 целых, 18 раз нужно больше материалов. При этом не просто материалов, а там много материалов специальной химии, редкоземельные металлы и так далее. Следующим вопросом, который ключевой, если мы проводим сравнение и выполняем определенные работы, мы должны четко понимать, какие методики используются, насколько они корректны для сравнения. Потому что если мы опять же возьмем те же парниковые газы, то мы столкнемся с тем, что в разных странах используются разные методики. Рассматриваются все или отдельные виды парниковых газов. Исключается из-за рассмотрения отдельной источники выбросов. Не учитывается сектор ЗИЗЛ, то есть изменения землепользования лесного хозяйства, в том числе поглотительную способность лесов. Не используются там отличающие или фиксированные эмиссионные факторы, которые не учитывают специфики топлив в разных странах. Если мы, допустим, сравним те данные, которые приведены в отсчетах Международного энергетического агентства, то есть усредненные по всему миру, то у нас это приведет к увеличению выбросов на 3% при сжигании природного газа. Наши показатели увеличиваются на 3% при сжигании каменного угля, на 7,5% при сжигании бурых углей. То есть у нас качество топлива, которое в стране, оно несколько получше, чем среднемировые. Но расчеты, которые выполняются, выполняются большим количеством исследований именно на вот этих усредненных значениях. Дальше. Если мы опять же посмотрим с вами, как рассчитывается, допустим, когенерация, комбинированная выработка, то в Европейском Союзе это используется, там КПД считается электрически от 10 до 20%. У нас с вами ПГУТЭД сработает, КПД там 50%. То есть это опять же, то есть они нормируют, и это приводит к увеличению наших выбросов относительно реальных. Поэтому принципиальным вопросом является, вот допустим, еще термины там по лесу. У нас термины по лесу до сих пор определяются с точки зрения их срубить и продать, а не с точки зрения там их эффективности по поглощению там углекислого газа и так далее. Вопрос энергоемкости. Вот у нас опять же там в стратегии там описано снижение энергоемкости, там на 40% электроемкости. Замечательно. Но опять же мы взяли европейские параметры, и мы не учитываем, что для стран-импортеров энергоресурсов, стран-экспортеров энергоресурсов это разные, соответственно, параметры, характеристики. В данном случае для импортеров они, ну, соответственно, отношение стоимости электроэнергии там в период там и там, да, там к начальному, ну, равняется единице минус вот это соотношение, да, то есть как бы мы цену, предположим, что цена не поменялась, изменение объема потребления, мы получаем некий коэффициент. Если мы возьмем для стран-экспортеров, я здесь опять же выступал через условно, ну, раньше там на семинаре, опять же, на таком же, если взять условно-постоянно условно-переменные и учесть, что, в общем, как бы, если у вас по электрическим сетям бежит электроэнергия, стало бежать там в два раза меньше, то тариф у нас устанавливается делением на объем электроэнергии, в два раза стал меньше переток, значит, цена увеличилась в два раза больше. То есть мы получаем с вами, если провести расчеты, там в статье, в принципе, в конце там написано, какие можно прочитать, мы получаем только изменения на НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых и на величину. Но если вдруг государство не захочет терять налоги, да, там Министерство финансов скажет, да, я это не хочу, то есть снизилось, я хочу поднять налог, тогда, соответственно, скорее всего, цена у нас вообще будет единица. То есть, по большому счету, разные подходы, и использовать одни и те же подходы для стран импортеров и экспортеров, они дают неправильные результаты. Следующий вопрос, который принципиально важен при проектировании и развитии, это зависимость потребления электрической энергии от температуры наружного воздуха. Большой плюс, что системный оператор начал выкладывать параметры, вот эта синяя картинка, то есть это фактически там, ну, нарисованы их там коэффициенты, то есть она выглядит так, там за 100% взята при минус 40 градусах потребления, ну и пересчитана на остальную вещь. Но, что ключевое? Здесь не учитывать, системный оператор, понятно, он отвечает за электроэнергию, у него специалисты диспетчера, именно связанные специалисты по электрике, они не учитывают систему теплоснабжения. Допустим, в Москве система теплоснабжения рассчитана на минус 26 градусов Цельсия. И дальше, соответственно, тепла больше уже не передать. Дальше все, соответственно, должны переходить на электротопление, если температура будет ниже, вдруг минус 26. Но в реальности, учитывая, что в Москве есть срезка, то есть вот нормальный режим это 150 на 70 градусов, у нас срезка на 130, на 70. То есть уже дефицит тепла в системе централизованного теплоснабжения наступит при минус 22 градусов Цельсия. Если взять вот зелененький, то есть нарисовано то, что это, соответственно, указал, что рост потребления электротопления будет примерно такой же, как и в теплую погоду, ну в жаркую погоду от электроохлаждения, там, да, то есть от кондиционеров, то мы понимаем, что если взять и использовать параметры, которые есть у системного пироастера, температурные, они не будут не соответствовать, не учитывать именно систему теплоснабжения, и мы оптимизировать должны одновременно две системы, то есть не одну систему, да, а вот как бы две. Почему такой график? Ну просто количество точек ниже там 20 градусов, как я вам показывал раньше, их очень ограничено, и на их базе построить что-то разумное очень тяжело. Следующий вопрос конкурентности ТЭЦ. У нас есть с вами два метода, ну сейчас там третий есть физический метод и метод УРГРЭС, разнесение расхода топлива между электрической энергией тепла. Нужно отметить, что все возможные возможности разнесения они лежат вот на этих отрезках, то есть один отрезок это по отпуску, один по выработке, и если физический метод мы посмотрим, коэффициент, да, то есть он проигрывает наилучшей доступной технологии котельной, да, то есть газовой котельной он проигрывает. метод УРГРЭС проигрывает ПБУ, то есть по большому счету у нас получается то, что используемые методы оба, они делают нас, дают нам некорректный сигнал для развития и проэктирования развития энергосистемы. Но мы видим, что эти отрезки пересекают вот этот прямоугольник конкурентоспособности с наилучшими доступными технологиями, можно точку выбрать там, и в этом смысле тогда у нас параметр будет одновременно быть конкурентоспособным как с наилучшими доступными технологиями раздельного производства тепла, так и с наилучшими доступными технологиями раздельного производства электрической энергии. Хорошо, сейчас. Ну, ветеропарк, опять же, он может наносить, известно, там, когда вы построили ветеропарк, то насушает, например, к росту температуру поверхности Земли, а в море там снижение температуры там на один градус. То есть, по большому счету, это сразу происходит, а вот эффект там по углекислому газу, ну, произойдет или не произойдет в будущем. Дальше балансы данные, допустим, мы сразу займем в Германию, и там Даня нам везде рисует, что это замечательные как бы картинки. Если мы посмотрим, учтем, что ветер, когда дует, он не востребован, соответственно, внутри энергосистем, отправляется на экспорт, и учтем этот экспорт, мы получаем, что в Германии отношение ветра и солнца, которое потребляется именно в Германии, будет 20%, да, не 16, а не 49. То есть, не такие уж впечатляющие цифры. Но тут как считать, какие цифры показывать, и чтобы как бы на их основании делать выводы. Ну, здесь это, соответственно, показано, что вот есть официальные данные, где без скидки тарифов для промышленных предприятий, а есть со скидками, да, которые там освобождаются по той же самой Германии. Дальше у нас средняя взвешенная стоимость капитала, то есть вот то, что я говорил, деньги поменяли свою функцию, да, и, соответственно, допустим, в Российской Федерации средняя взвешенная стоимость капитала 15% в конечной цене для потребителя, у нас стоимость денег, стоимость капитала составляет 78%. В тех странах, у которых там 3%, у них 34, там, соответственно, процента. То есть у нас разница в стоимости между 15 и 3% в ВАГ, соответственно, нового строительства, при равной стоимости строительства в нашей стране будет, соответственно, любое новое строительство, оно дороже там в разы, чем за границей. Здесь вопрос построен, приведенный, вот здесь зеленый, это 3% это ВАГ, 15% это наш российский, это по курсу переведена, вот синяя линия, да, и мы видим, что в долларах у нас периодически в рамках валютной политики, да, то там 30% ВАГ, понятно, что долго существовать наша экономика не может быть конкурентно способна с внешними странами, происходит сбой, девальвация, мы их вот видим, соответственно, там 99-й, да, там и так далее. Этот график показывает, опять же, влияние, изменение ключевой ставки ЦБ и курса национальной валюты. Когда у нас поднимается курс национальной валюты, у нас автоматически дорожает там и металл внутри страны, и там, соответственно, там комплектующие, все остальное, там сервисное обслуживание. А ЦБ автоматически приводит, изменяет ключевую ставку, он автоматически еще повышает стоимость, ну, как бы, кредитных ресурсов. Ну, то есть, как бы, два удара на экономику одновременно. То, что централизованные автономные источники энергоснабжения там уже говорил, то есть, что если, соответственно, мы будем строить исключительно все дорого, исключительно то, что, как бы, модно, но не нужно нам для энергосистемы, мы прием к тому, что централизованная система будет дорогой, будет неконкурентоспособной, и, следовательно, мы создаем экономический стимул, чтобы потребитель, в первую очередь, промышленный, работающий в три смены, ну, как и в Германии, отключался от энергосистемы, от единой энергосистемы Российской Федерации. А дальше, конечно, может писать руководитель Россетей, президент Российской Федерации, ну, в общем, как бы, давайте мы займемся повышением эффективности энергосистемы, централизованной энергосистемы, это платежеспособный спрос, да. Следующий, то, что это вопрос перекрестнул субсидирование, в принципе, этот график я показывал, и он наложен там в рынок 5.15, то, что мы говорили, потребитель, он привел к снижению, перекрестнул субсидирование, дальше запустили рынок на РЭМ, маржинальное ценообразование, это привел к росту там до 240 миллиардов, и в конечном итоге запустили еще рынок мощности, тоже маржинальный, мы за период запуска двух рынков увеличили объем перекрестного субсидирования на 200 миллиардов, которые потом говорим, что сейчас население должно его как-то компенсировать. Но вопрос упирается в том, что если мы учитываем категорию надежности, а не только уровень напряжения, то, что мы опять же здесь обсуждали на этих семинарах, то у нас вот пятый вариант, экономически обоснованный тариф, он может быть для населения на уровне, не на низком напряжении, может быть на 60% ниже, чем вот экономически обоснованный тариф, который рассчитывается только с учетом уровня напряжения. То есть в этом смысле перекрестного субсидирования в том виде, и как бы сигналов, давайте мы с ним будем бороться, там 27 лет уже боремся, они бессмысленны, потому что его по большому счету в общем-то и нет. Ну это как вот вопрос решить, вопрос о формировании платы за резервирование мощности электрических сетей для потребителей электроснабжения, которых частично и полностью усиливается от собственной генерации. Это то, что собственно предлагалось здесь, еще мы года 4 назад обсуждали, что вот учет перекрестного субсидирования, учет категорийности, он соответственно решает данную проблему. Следующий вопрос, это если мы допустим запускаем по выбросу углекислого газа, то есть разделив производство электрической энергии, то мы видим, что если у нас был уголь, 100% мы взяли выбросы, дальше перешли бы этой же станции с этим же КПД на газ, и снижение произошло на 42% выбросов. Дальше, если мы поставили ПГУ, вместо там КПД 50%, а здесь соответственно был 35%, мы еще получаем снижение, атомные станции формально не выбрасывают, но ветер не может просто работать, ему нужна маневренная электростанция, газовая турбина, и соответственно рассматривается ветер станции вместе с газовой турбиной, ее эффективность. И солнце. Мы видим там, что ветер с ГТУ и солнечные электростанции с ГТУ, они хуже у них показателей, чем у парогазовой установки. То есть это опять же к вопросу, что нужно не рассматривать не отдельно, там ветер, солнце, сказать, что ничего не зависит. Это когенерация. Мы опять же видим, что там с учетом атомной станции, там пара силовых ТЭЦ, ПСУ, ТЭЦ существующих, да, они не морально устарели, то есть зачем их выводить, если у них эффективность при одинаковой выработке электрической энергии и тепла, вот допустим, там где 17% атомной станции, ПСУ, ТЭЦ, ПГУ, ТЭЦ плюс, подогрейные котлы, она одинаковая. Ну, зачем нам строить что-то дорогое, новое, учитывая еще при нынешних значениях средней взвешенной стоимости капитала. И мы, соответственно, вот огромное количество различных вариантов выработки электрической энергии и тепла одновременно, которые лучше, чем там ветер плюс ГТУ, плюс водогрейные котлы, то есть раздельное производство. Ну, здесь, соответственно, показано, что если не перекладывать проблемы, если рост выбросов произошел из-за того, что внедрили что-то новое, и не перекладывать это на существующую генерацию, отнести это дополнительно к ветру и солнцу, то, допустим, мы и к электростанции. У нас худший ветер, солнце, да, ГЭС безорегулируемый всток, а там в зависимости от КИУМа. У нас ГЭС-регулируемый всток тоже имеет, как бы, влияет на выбросы. Но они там же вырубали леса, когда затапливали, да, эти леса могли потреблять углекислый газ. Вот это пересчитано там. Самый нижний уровень – это Сайна-Шушенская, у него там, соответственно, меньше всего там лесов было, как бы, затоплено. Ну и, как бы, более равнинные, они, соответственно, более высокие. Поэтому, по большому счету, когда мы начинаем анализировать с точки зрения энергосистемы, мы получаем результат. Следующий вопрос – это у нас атомные станции, красные кружки, где находится свободный регулировочный диапазон, это зеленый, то есть вот выделено, то есть в разных местах мы должны обеспечить режимы. Для этого был, для оценки принятия решений, был разработан коэффициент сбалансированности энергосистемы, энергорайона. Он, в общем, таким образом выглядит. Для простоты очень просто, то есть чтобы формула не даваться, если у вас, вы потребляете 100 единиц электроэнергии в пик и 50 единиц ночью, то если у вас будет электростанция или группа электростанций, которые тоже вырабатывают в пик 100 единиц и ночью 50, скорость изменения нагрузки соответствует вашей скорости изменения потребления, то все нормально, без учетов резервирования, все хорошо. Если вы построили там, допустим, атомный блок, там 10 единиц, то у вас получится, что ночью для оставшихся единиц остается 40 единиц выработать, а в пике 94,9, если по имену требования системного оператора у вас 0,5, 4,9 меньше, чем 0,5, соответственно, вы должны отключить какую-то часть оборудования. То есть у вас поменяется оборудование, составы, и, возможно, потребуются перетоки. И вот с помощью этого коэффициента рассчитано на 25-35 год с учетом программ развития ветра, ВИА и атомной электростанции, без учета еще ДПМ ВИА 2.0, то есть который сейчас там реализуется. И мы видим, что вот третьи столбцы, это как бы 35-й год, идет везде снижение, ухудшение коэффициента сбалансированности. То есть это однозначно говорит о том, что нам потребуется генерация более маневренная, и нам потребуется, возможно, еще больше перетоков между энергосистемами, то есть ОСами для перетоков. Дальше с помощью этого инструмента удалось определить, что вот, допустим, пара силовой ПСУ-ТЭЦ и ПГУ-ТЭЦ, у них есть ограниченные возможности, если мы все ПСУ-ТЭЦ меняем на современный ПГУ-ТЭЦ, то мы получим, что в энергосистеме Российской Федерации, вот в первоначальной, при ПСУ-ТЭЦ, вот один, это у нас мощность атомных станций дополнительно, которая может быть, если не будет сетевых ограничений, два, это, соответственно, мощность ветростанций, мы всех поменяли, и у нас в энергосистеме может быть только вот уже 3-4, да, там, 3 это тоже атомных станций дополнительных, которые может быть, и 4, это, соответственно, ветростанций. Если мы возьмем, что ПМИН для тепловой генерации 0,5, то мы увидим, что в ветрогенерации, если мы все переведем на ПГУ-ТЭЦ, ну, должно быть в энергосистеме не больше 5000 мегаватт. По большому счету, мы-то уже выработали все возможности для ее внедрения. Дальше конкурентоспособность там когенерации. Сергей Сергеевич, а сколько вам еще надо закончить? Давайте сейчас быстро, смотрите, все точки, попытаюсь быстро. Может быть, выводом? Не, просто вот данный механизм показывает, что, в принципе, существует еще там возможность определения конкурентоспособности когенерации, да, там, соответственно, при разнесении расходов топлива, да, то есть частично уже это говорил, то есть это на все лежит на одной линии, и мы видим, что, в общем-то, комбинированная выработка, даже турбин типа R2590, ну, то есть 90 атмосферных турбин T190, они во многих случаях выигрывают у самых лучших, наилучших доступных технологий раздельного производства, и поэтому их просто вот кричать, что они морально устарели, их надо там уводить, ну, для режимов. Здесь показано, что для резервирования, сезонных максимумов или аномально холодных зим, парасиловые установки, во многих случаях, если они работают ограниченное количество времени в году, они являются более выгодными, чем парогазовые установки. Ну, когенерации там наилучшие доступные технологии, что там наилучших доступных технологий нет вообще когенерации, а большинство справочников это переводные с европейских и английских, поэтому, в общем, как бы нужно самим разрабатывать и такие справочники. Вот переход на электромобиль в московском регионе, если потребуется сейчас новая тема, это как бы научно-технический прогресс. Мы видим, что если мы просто захотим перевести весь транспорт на электротранспорт, у нас вот синий один, это существующий график потребления вот для конкретного числа 18 января 2023 года в ЗСП Москва, там Москва-Московская область, если мы там все поменяем, то у нас с вами получаются вот такие две кривые. Вторая кривая – это на базе топлива, перерасчета, а третья – это на базе данных зарядных устройств. То есть, по большому счету, нам в любом случае придется подстроить еще аналогичную энергосистему, которая есть. Единственная проблема в том, что люди, когда говорят про электромобиль, они забывают, что значительные потери при преобразовании переменного тока в постоянный, то есть для автомобиля это суммарно достигает, там, при медленной зарядке до 30%, все электроэнергии теряются для быстрой зарядки там 15%. Это как бы хорошо, все замечательно, но только когда у вас быстрая зарядка даже там несколько раз в месяц, у вас деградация аккумуляторных батарей идет в 4-5 раз быстрее, чем при медленной. Поэтому вы либо снижаете, меньше выбрасываете денег на потери и оплачиваете, либо чаще меняете аккумуляторные батареи. Ну, понятно, что это пиковая загрузка. Все, сейчас вот тепловые насосы еще, то есть, да, тепловые насосы, то есть, ну, научно-технический прогресс. То есть мы видим, что сейчас модная тема, давайте тепловые насосы, потому что во всех странах мы переходим европейских на тепловые насосы. Вот. Третье – это электроотопление. Если вы переходите с электроотопления на тепловые насосы, все замечательно. У вас идет снижение, повышение эффективности и так далее. А один – это комбинированная выработка. Вот это пересчитали все для московской энергосистемы. Мы видим, что если нам переходить на тепловые насосы и строить их в зоне эффективного радиуса теплоснабжения, то у нас просто произойдет ухудшение и выбросов, и всего остального. Маленькие доли СССР – это крышные, там, соответственно, ветровые и солнечные станции, если их подключать к энергосистеме, то у нас есть мертвая зона на регуляторах первичного регулирования станции. Они просто их не заметят. Ну, здесь цены большие. То есть у нас сейчас современные, там, новые, там, допустим, плавучие. У нее, там, 79 рублей за киловатт сейчас установлено. Ну, там, тоже там. Ну, по солнечным и ветровым сейчас, по-первых, там, 30 рублей. Это к вопросу, опять же, если мы будем это все учитывать. Поэтому вот есть одна из них, мы разработали механизм оптимизации производства электрической энергии и тепла одновременно. И, допустим, есть две смешанные энергорайона, энергосистемы, в которых есть ограничения перетоков. Там, может, переток и в одну, и в вторую сторону, но они ограничены. Там внутри каждого есть атомные станции, гидростанции, кондиционные, ВИА. А ТЭЦ, вот эти кружки, это еще радиус, они одновременно обеспечивают снабжение теплом. И задача стоит оптимизация одновременной выработки электрической энергии и тепла. Там, соответственно, по топливу, либо по цене топлива, там, учитывается, там, в том числе, по мины, по максы, энергетические характеристики, ограничения, требования по резервированию мощности и так далее. Ну, вот и формула, она, как бы, более простая там, это с расчетами. И есть там разные кучи ограничений. Ну, и для картинки, вот, допустим, правый слайд, мы показываем, что при увеличении базовой генерации в зоне свободного перетока Москва, это Москва, Московская область, у нас увеличивается выработка тепла на водогрейных котлах. А вот эти вертикальные линии, это, соответственно, требования к резервированию мощности. И вот самое верхнее, это требования к резервированию мощности, там, 20%. Чем больше требования к резервированию мощности на инерившем оборудовании электрической энергии, тем, соответственно, больше мы вырабатываем тепла на водогрейных котлах. То есть система взаимосвязана, это действительно единая энергосистема, и ее нужно рассматривать. Ну, последнее то, что в конечном итоге, для того, чтобы все это решать, эти задачи, потому что, в принципе, рыночные инструменты, инструменты конкурентной способности оценки, они более сложные, чем просто расчетные какие-то вещи. Ну, и, соответственно, необходимы кадры, которые могли бы этим заниматься. Ну, и тут есть статьи, и ссылка на бесплатную скачиваемую монографию, там, про водород. Все, большое спасибо. Спасибо, да. Презентацию можно стринять? Да, да, можно. Слушатели, да. Тогда, соответственно, у кого есть интерес, либо напрямую, Сергей Сергеевич, либо к нам. Нет, ну, через вас, наверное. Коллеги, давайте перейдем к вопросам. Вначале те, кто здесь присутствуют. Коллеги, как вас? Юрий Анатольевич, давайте. Я немножко задумался. Настолько доклад широкого спектра, да? Что иногда теряешься за конечными выводами автора. И я себе столько вопросов пометил, что, скорее всего, будет неправильным, если я все буду их задавать. Давайте тогда немножко комментарий. Смотрите, как я понимаю, да, это материалы, которые там лягут в основу докторской. Поэтому я предложил бы не к частностям, а вот, может быть, к системным вещам. Тем более, было заявлено системные подходы. Ну, хорошо. И современные условия. То, как авторы. Ну, вот я бы на этом сконцентрировался. Но при этом, конечно, может, второй круг вопросов. Не удержусь от вопросов для понимания ситуации, потому что вы ее как бы... И первое для понимания, там, первый вы начали сюжет, первый сюжет, там, из дефицита электромощностей, который был и так далее, там. Ну, и у вас там свое понимание как бы было. Вот. А подскажите, пожалуйста, а вот тот дефицит, о котором вы говорили... То есть не дефицит, а профицит. Лишние мощности, вы говорили, были заявлены когда-то. Так вот этот профицит, он как бы был ликвидирован в настоящее время за счет того, что сильно у нас подросли отрасли ВПК, поскольку вот мы читаем там за последние полгода, там, на 20-30 процентов выросли отдельные отрасли, гражданку подтянули за собой и так далее. А сразу, да, хорошо. Смотрите, не имеет никакого отношения, там, понятно, идет определенный рост потребления и так далее. Ключевая тема, которая, собственно, озвучила, что 36 тысяч мегаватт пара газовых установок было в рамках программы ДПМ, были построены на базе импортного оборудования, которое в условиях санкций сейчас во многих случаях либо пытается его использовать в режиме экономии ресурса и так далее. То есть у нас есть санкции, большинство этого оборудования-то... европейское, американское, там есть японское. И в этом смысле у нас определенные сложности с этим есть. А другая проблема, которая имеет отношение, газовая турбина, которая основой является вот пара... Я извиняюсь, у меня не туда. Вот это электропотребление сейчас или нет? Увеличилось оно или нет? Смотрите, вопрос заключается. У меня нет данных по поводу, сколько потребляет электрическая энергия ВПК. А ВПК, я думаю, что это, в общем-то, ДСП, это в лучшем случае. Не-не-не, ну вы сказали о профиците, ну ладно. Не, о профиците я говорил, что профицит, который говорился еще... Когда запускался... Вопрос просто, он использован уже или нет, по вашим данным? Я вам говорю следующее. Когда обсуждался профицит, говорил, что у нас есть 30 тысяч мегаватт построенной генерации. 30 тысяч мегаватт – это в основном новые парогазовые установки. А сейчас я вам говорю, что все эти парогазовые установки, даже 36 тысяч мегаватт, являются на базе импортного оборудования, которое есть ограничения по их эксплуатации. То есть у вас есть оборудование, которое есть определенные сложности с его эксплуатацией, то есть проведение сервисного ремонта и всего остального. Я вот воспользуюсь опытом Бориса Николаевича, который предыдущий семинар вел. Мне кажется, ответ понятен. И далее Сергей Сергеевич не хочет распространяться. Или он не знает, или не готов. Или на другом хочется акцентироваться. Я извиняюсь, давайте мы не повторяться, а пойдем к следующему вопросу. Была возможность... Я могу вам сказать еще следующее. Нет, смотрите, вот 100... Есть 100 тысяч эквивалентных часов. Это нормальное время работы газовой турбины. В пересчете с эквивалентных часов на годы это 12-15 лет. То, что программа модернизации ДПМ закончилась где-то в 2012 году, в 2013, добавьте 15 лет, в 28-м году все газовые турбины на ПГУ, они выработают свой парковый ресурс. Вот и все. Поэтому для того, чтобы... Нужно либо каким-то образом продлять, но чаще всего продление ресурса газовой турбины означает фактически ее новое строительство. Для того, чтобы я понимал, как бы, да. Вот вопрос мой такой. Вот прошла российская энергетическая неделя, я там присутствовал, да. И в частности, там была большая секция, связанная там с аккумулированием энергии. И там каких только аккумуляторов не предстоит до 30-го года, причем 25-30-й год, вот ввести в эксплуатацию там. Я не буду называть типы там и тяговые, и грузовые, и пассажирские, и легковые, и даже аэромобильные и так далее, да. Более того, там запустили, ну, вы лучше меня, наверное, знаете, там два завода по строительству аккумуляторов в Калининграде, Подмосковье и так далее. И о таких масштабах вот докладывалась на РЕН вот эта аккумуляторная тема, что у меня возникают сразу вопросы. А готова вообще электроэнергетика воспринять такие нагрузки большие, которые вот за счет... Да, при этом там система аккумулирования энергии, целая система аккумулирования для поселков отдельно и так далее. Ну, в общем, грандиозные какие-то свершения. Это вы ничего не сказали о них, а вы их как-то учитывали? Смотрите, ну, во-первых, там сравнение энергосистемы, там, допустим, по европейской, там, да, то есть где там 18 с лишним раз материала емкость выше, она там, соответственно, учитывает определенные вещи. Ключевая тема, которую вы должны... Когда вот входите на эти семинары, там, конференции, все остальное, понимаете, всегда задавайте вопрос, сколько это стоит для потребителей. То есть, понимаете, у нас планов громадье, никто же не скажет, что цена там 30 рублей. То есть, вот попробуйте найти где-нибудь вот в открытой информации, сколько стоит киловатт-час выработки электроэнергии на... Я понял, я понял ваш ответ. Третий вопрос сейчас, а потом, если что, мы вернемся на втором цикле, да. Докторское, вы там оперировали такими там высокими минами, Мелентьев, Карров и так далее, говорили о системных исследованиях и так далее. Когда вы исследуете вот то, что вы исследуете, вы под системными исследованиями имеете в виду анализ систем энергетики или вы имеете в виду системный анализ показателей развития. Что вы имеете в виду? Смотрите, там и системы, и, в общем-то, показатели, на основании которых нужно принимать решение, а в каком направлении двигается. Потому что, смотрите, у вас в конечном итоге до этого расчеты делались, да, народно-хозяйственный эффект. Ну, замечательно, посчитали. При этом, если посмотреть там вот эти хорошие книжки, да, там написано и как бы разные иерархии, да, то есть, соответственно, системные исследования, они могут проходить на разный уровень иерархии, да, и принятие тех или иных решений. С моей точки зрения, то, что, опять же, видите, время я там пытался за час уложиться, но не получилось, да, в некоторых случаях необязательно проводить расчеты в денежной форме. Для того, чтобы отказаться от того или иного направления или отодвинуть это направление там в сторону, да, и это как бы как резервное, да, направление, для этого можно сэкономить определенные расчеты. Потому что сейчас в качестве вот альтернативы, которая предлагается, да, вот агентские схемы, да, они, да, там, моделирование, поведение и так далее. Это все хорошо. Вопрос упирается в том, что, а насколько они точны. И те же вот уважаемые люди, которых я там ссылался, они в своих работах пишут, что, по большому счету, моделирование не может рассматриваться единственным способом для принятия тех или иных решений. То есть нужны находить какие-то другие еще аргументы и факторы, да. И вот я как раз вот картинки, которые там, соответственно, показывал, что, да, там, допустим, вы сравниваете одно со вторым, да, и в рамках этого можете четко сказать, что нам нет необходимости выводить там паросиловое оборудование из эксплуатации, да, потому что, во-первых, оно дешевле, и, во-вторых, она решает вопросы сейчас. Потому что у нас другая проблема, которая самая ключевая, которую мне не удалось там, как бы, донести там. У нас с вами оборудование, смотрите, вот эти ПГУ новые, которые построены, да, у нас в режиме экономии ресурсов сейчас работают. Кто, какое оборудование будет вести электрическое, обеспечивать у нас электрической энергией теплом? А я отвечу, советское оборудование, которое просто за время, вот с запуска там 2006 года рынка там и так далее, оно просто постарело на там 15-20 лет. Еще вопрос такого содержания. Я с вами полностью согласен, там вы сюжет приводили, что точность вот тех прогнозных расчетов, которые делаются на местах, в регионах, ну, она гораздо, ну, не точность, что ли, детальность, детализация больше, чем тот общий характер, который имеется, ну, в материалах по прогнозированию, там, на 15 лет Российской Федерации и так далее, да. Мы как бы так говорили, вот есть. Ну, а что же вы предлагаете в результате-то? Ну, первое, точность как раз, почему... Да не точность, а детальность. Вы смотрите, вопрос, вы понимаете, детальность и точность, они в конечном итоге, зачем быть детальным, если оно не точное, да? Не совсем. Не, ну, вопрос упирается в следующем. То есть, если взять все схемы теплоснабжения всех крупных городов Российской Федерации и их проанализировать, то выяснится, что у нас численность населения в стране должна увеличиться минимум в два раза. Да, правильно. То есть, и в этом смысле, потому что каждый город рисует свою, как бы, ему нужно развивать, рисует там свои, как бы, вещи, и, соответственно, они не имеют отношения к реальности. Да, если их тратить ресурсы на финансирование вот этих всех мероприятий, мы понимаем, что в конечном итоге численность не увеличится, а нагрузка на потребителей вырастет там минимум в два раза, да? Нет, я это все понимаю, я же более вам хочу сказать. Я когда работал в системе управления, да, вот я даже больше вам скажу, если я все соберу хотелки с регионов, да, и всех сложу, то там по мощностям будет в два раза больше, а по инвестициям в два с половиной раза больше. Никогда такого не было. Ну, хорошо, это вы говорите, критикуете. Ну, вы что предлагаете-то в результате? Ну, смотри. Только что четко, да, вот... Четко первое. Как бы, безрасплывчато. Я первое утверждаю следующее, что платежеспособный спрос у нас ограничен, да, то, что мы там говорили. Следовательно, мы должны из-за ограниченности ресурсов... Хотя, если я буду говорить о категории 15 лет спустя, мы же говорим о перспективе, да, вы о каком платежеспособном спросе, как вы его сумели прогнозировать на 15-20 лет? А очень просто, смотрите. Да, расскажите. Смотрите, у нас с вами ключевая тема – конкурентноспособность, да, то есть платежеспособность. Я не знаю, какая будет зарплата, да, у кого-то, да. Я не знаю, там, какие-то вещи, там, может быть, там, по каким-то вещам, да. Ну, я примерно представляю, если наша экономика в основном связана с энергоемким, там, низкого уровня передела, да, там, металлы, соответственно, какие-то там нефть, газ, там, да, там, технологии какие-то и так далее, то я примерно представляю, что на внутреннем и внешнем рынке, да, я могу конкурировать, я конкурирую с другими странами, с определенными. И я могу представить себе четко, что у меня есть, соответственно, есть определенные преимущества. Они связаны с тем, что у меня под ногами лежат энергоресурсы, но у меня есть минусы значительные. Это климатические, да, у меня холоднее, отопительный сезон дольше там и так далее. У меня в конечном итоге могу выйти на единую, одинаковую, соответственно, стоимость ресурса, да, который я там товара продаю, при ободинаковых, соответственно, то есть и… Ну, у меня будет, соответственно, разная структура затрат. Странная, разная структура затрат. И в моей структуре затрат сейчас, если ничего не изменить в кредитно-денежной политике, там, соответственно, которое проводит, основную массу будет создавать стоимость денег, которая, соответственно, там, стоимость капитала. И дальше у меня выяснится очень простая вещь, что для того, чтобы сравнять одну и вторую, там, соответственно, там, цены на продукции, там, допустим, китайскую, или, там, соответственно, европейскую, там, российскую, как внутри страны, там, как и за рубежом, я приду с пониманием, что у меня внутри страны для того, чтобы обеспечить конкурентноспособность промышленности, которая у меня здесь есть, у меня стоимость зарплаты должна быть, там, не больше, скажем, там, 100 долларов, там, да, там, в месяц. А в другой стране, там, допустим, в том же Китае, вполне может быть, там, тысяча долларов, потому что они работают со средней стоимостью капитала 3%. То есть, по большому счету, когда у вас есть ключевые факторы, которые оказывают влияние, да, у вас, там, допустим, стоимость энергоресурсов, да, там, нефть. У нас стоимость нефти, то есть, вот, это того же мазута, с точки зрения рыночных подходов, там, и федеральной, там, антимонопольной службы, она определяется, мировая цена минус, соответственно, доставка. Я еще могу? Давайте я попросить. Не диалог у вас был. Да, я на самом деле продолжу вопрос. Если посмотреть на ваш доклад, да, вы привели ряд фактов о том, как сейчас система функционирует в России, некоторые специфики, которые, действительно, редко обсуждают. Далее некоторые такие концептуальные вещи, да, там, там, насчет рынка и так далее, да, особенности функционирования в новых, в современных условиях. Потом достаточно много было экономических оценок, да, там, конкурентоспособности в разных условиях. Ну, технико-экономических, да, окей, да. Ну, я увидел там больше экономики, да, вот как это может на экономику влиять, как я это увидел, да, экономику энергосистемы. Вот, и в конце хотелось бы видеть предложение. Вот сейчас вот мы услышали часть, да, ваших позиций. Но все-таки, вот, условно говоря, предложение в терминах мер экономической политики, допустим, ну, это даже не так я бы начал. Предложение о том, какую там технологическую, экономическую политику вести в рамках российской электроэнергетики, раз, да. И второе, это экономическая политика, да, в этой сфере. Вот, условно говоря, какие выводы из вот ваших расчетов, если их систематизировать, вот, между собой собрать, можно сделать и ваше предложение. Словно говоря, вот у вас есть возможность написать записку, которую там отправят там министру, я не знаю, там, вице-премьеру, там, или в другие инстанции. Понятно, в эти инстанции это как бы отдельная тема, там нужно, существует определенное какое-то правило, да, написание записок. А по сути, по большому счету, я на данный момент времени могу сказать следующее. В ближайшие, скажем, лет 10-15, а это, в общем-то, как бы считается с точки зрения системного анализа, который абсурдался, нам нужно минимизировать из того, что мы получили, работу в рамках РАВИ, потому что это нам ничего хорошего не даст, то есть большие цены, и, соответственно, как бы приведет просто к классному, к значительному росту всему. У нас нет необходимости заниматься, то есть массовым внедрением накопителей, потому что это приведет к большой, опять же, стоимости, то есть проще как бы сохранить то оборудование, которое есть, и модернизировать то, что нам, соответственно, обеспечат. Ключевым показателем эффективности должно быть у нас, еще раз говорю, мы сейчас вот в ближайшее время, в ближайшие 10-15 лет, если нам повезет, мы будем основываться на том оборудовании, которое построено в Советском Союзе. Вопрос упирается в том, что при той денежно-кредитной политике, которая показала новое, если любое новое строительство делает нас менее конкурентоспособным, следовательно, ключевым фактором будет это продление ресурса того, что у нас есть. А строительство новых объектов, которые мы должны делать, они должны исходить из минимальной стоимости и максимальный срок эксплуатации, плюс те режимы, которые нам необходимы. А режимы, соответственно, то есть обеспечения, вот то, что у нас поставлено в самом начале, это надежного, эффективного энергоснабжения потребителей по приемлемой цене. То есть у нас во всех расчетах, в энергетической стратегии, во всех документах стратегического планирования должны появиться ценовые характеристики, которые говорят о том, что потребитель, вот мы рассчитываем на те 15 лет, мы рассчитываем, что цена будет такая-то. Понятно, что для того, чтобы развивать энергетику, целесообразно двигаться в сторону длинных контрактов. То есть, опять же, если мы посмотрим с вами Европейский Союз, да, и то, что пишется в нашей прессе, вот смотрите, они цены формируют на бирже, да, у них газ там прыгает таким-то образом, вместо того, чтобы иметь длинные контракты с Газпромом, пофиксированные там некой цене, там привязка, там пусть даже нефть, они вот решили играть в такие-то игры. Вопрос, который упирается у нас, возможно ли мы обеспечить контракты, долгосрочные контракты? Ответ очевиден, да. В свое время мне довелось участвовать в строительстве крупных энергетических объектов и создавать консорциумы с европейскими компаниями крупными. Они говорят, никаких проблем, у нас 40% скидки. То есть вот есть цена, которая указана официально, да, вот к этой официальной цене у тех компаний, которые занимаются равномерной покупкой ежегодно, они получают скидку до 40%. Поэтому наша задача ключевая энергетической стратегии, которую мы должны сейчас обеспечить, определить те мероприятия, которые должны привести к снижению стоимости электрической энергии и тепла для российских потребителей, для российской экономики, чтобы обеспечить их конкурентоспособность как здесь, так и там. Так, коллеги, у нас будут еще вопросы? Я предложил бы к выступлению. Да, есть онлайн еще вопросы. Добрый день. Да, здравствуйте. Наталья Гриб, Российское энергетическое агентство. Знаете, чтобы вот не растекаться по древу, поскольку докторская, это очень всеобъемлющий такой момент, я бы попросила вернуть слайд, где содержится прогноз электроснабжения Москвы на случай перевода транспорта на электротягу, если есть такая оказия. Если нет, то я уточню свой вопрос. Давайте без слайдов. Мы помним, да, там достаточно большое электропотребление. Давайте вопрос. Да, вопрос следующий. Можете уточнить сценарии, при которых получается вот вторая оранжевая, средняя вот эта составляющая или линия, и верхняя, потому что верхняя, она такая максимально с пиками, и она там раз в пять выше действующего, скажем так, уровня потребления, поэтому очень хотелось бы понять условия сценарных расчетов. Условия сценарных расчетов следующие. Мы взяли фактически данные по электропотреблению электрической энергии, электрическими зарядными станциями в городе Москве. Это фактически данные. На них, соответственно, пересчитали, взяли, что весь электротранспорт, то есть весь все топливо дизельное и бензин в Московском регионе, не Москва только, это Москва и Московская область, мы пересчитали, соответственно, в электрическую энергию, которая требуется для машин. Понятно, что не напрямую пересчет, а, соответственно, такой-то электротранспорт тратит столько-то на 100 километров, брали, соответственно, автомобили одной и той же самой фирмы или автобус одной и той же самой фирмы, то есть которые одни это обычный ДВС, другие там на дизеле, там еще были работы по водороду смотрели и так далее. То есть у нас с вами получается картинка, что это все в пересчете было приведено к фактическим графикам. Понятно, что на данный момент времени у нас не так много электротранспорта, и поэтому графики, в общем-то, такие, какие получились. При этом понятно, что у нас с вами нормальные люди ночью спят и не включают, и не переключают, там, соответственно, не отключают автомобили. И, соответственно, вот с пика происходит это фактически, просто он умножен, то есть масштабирован на данную величину. Понятно, что мы уже обсуждали тему, что надо выравнивать, там, да, при выравнивании никаких проблем, просто у вас, если вы будете быстрой зарядкой пользоваться, как уже было сказано, у вас там и деградация аккумуляторных батарей, там, в разы быстрее. Есть еще другой способ, мне сказать, а вот мы сейчас приедем, поставим автомобиль и поставим его на ночь. Вот здесь этого графика нет. Понимаете, если все приехали, его рядом с домами поставили автомобиль и решили включиться, там, соответственно, на медленную зарядку, то там вообще страшные цифры получаются, потому что в этот момент они заряжаются. Одновременно все. Поэтому для вот этого аккумуляторов, то есть которые вот самые верхние, то есть средние это по топливу, мы взяли, что каждый автомобиль, ну, то есть, допустим, какой-то день все приехали, все в этот день автомобили решили зарядиться. Ну, все вот автомобили там, которые там есть. И каждый день так делают? Ну, не обязательно каждый день, у вас для того, чтобы энергосистема имела проблемы, достаточно там нескольких часов, там даже нескольких минут. Ну, вот рассмотрели, что вот они решили зарядиться в один день. Все автомобили, которые есть. Дальше взяли, что мощность зарядки 22 киловатта, взяли данные, сколько времени требуется на зарядку данной мощности, то есть фактически, ну, реальные характеристики, и пересчитали. Ну, реальная картинка, она, наверное, где-нибудь находится между. Но у нас с вами есть риски, то, что все могут приехать и подключиться одновременно, это на уровне, соответственно, там будет 6-10 киловольт, и, соответственно, там вся эта система, 6-10 киловольт, будет, ну, в конечном итоге, там, ну, все, как бы, автоматика должна будет везде сработать, да, все перегореть и так далее. И потом будем это заново восстанавливать. Но другая еще тема, которая, вот, опять же, старался успеть, основная проблема здесь в другом. А ради чего? То есть вот еще несколько месяцев назад, где-то полгода назад, сказал, что, ну, ради экологии. Но выяснилось, вот, когда мы начали анализировать, выяснилось, что 90% всех выбросов от автотранспорта – это износ шин, тормозов и покрытия, дорожного покрытия. То есть оно не связано с выхлопами из трубы. То есть всего там 10% сейчас. А учитывая то, что у нас уже в стране там Евро-5 и Евро-6 внедряются, и часть автомобилей, которые там старые, хоть и на Евро-5 работают, у них повышенные выбросы, они все равно пока еще выбрасывают. Ожидается там в ближайшие, там, к 30-му году, ну, максимум 7% будет. Для автобуса вообще полпроцента это составляет. А масса электробуса и водородовобуса или там электромобиля или водородомобиля, она где-то там на 14-15% больше, чем масса машины на ДВС. Это означает в том, что вы просто по массе можете перемножить на коэффициент 1,15. И у вас получится, что выбросы вот этих веществ, мелко вот этих ПМ 2,5, ПМ10, ну, суммарные, то есть по массе они станут намного, как бы, больше, но основную массу это будет составлять вот эти вредные выбросы ПМ 2,5, ПМ10. Плюс еще проблема с шинами и с колодками, там еще и с покрытием. Там есть проблемы с тяжелыми металлами, которые тоже возникают. Поэтому нам предлагается построить новую энергосистему, то есть значительные затраты на все это привести, плюс непонятный экологический эффект. То есть такое ощущение, что просто экологического эффекта нет. Речь, это даже без учета выбросов на электростанциях, которые будут вырабатывать дополнительные киловатт-часы. Это просто вот связано только с выбросами и с тем, что 90%, то есть 90% это шины, тормозные, тормоза и покрытие. Спасибо большое. Вы ответили на мой вопрос. Если вдруг можно получить доступ или ссылочку на исследование про 90% выбросов от шин, я буду счастливо узнать, кто автор. Впервые слышу этот аргумент, хотя с темы выбросов немножко знакомы. Смотрите, я могу вам сказать где-то. Мы искали достаточно долго разные вопросы. То есть когда мы говорим о системных исследованиях, то мы стараемся найти различные факторы, которые оказывают влияние. И нашли кандидатские диссертации, которые сделаны, вот автомобильные у нас институты в Москве. И НАМИ, и МАДИ, по-моему. То есть вот можно как бы вбить, и в принципе мы можем ссылку дать. То есть в принципе мы там написали, сейчас направили там журналы, там статью, чтобы и там тоже все ссылки как бы есть. Но они там не рассматривали вопрос сравнения там электробомсов, водорода. Они как раз рассматривали выбросы здесь. Плюс еще по Питеру там были наработки. Они как раз проводили эксперименты, измеряли выбросы тяжелых металлов, то есть концентрации в воздухе и, соответственно, в снегу там еще чем-то. Спасибо. Буду признательна за ссылку, да. Да, предлагаю, да, это все публичить. Мне показался очень кривой график, я скажу напрямую. Там, мне кажется, ошибка как минимум на порядок. По крайней мере по электрике, я не знаю, там мощность или килограмм часы, но там ошибка сильная. Давайте, хорошо, давайте. Я готов где-нибудь отдельно. Давайте вы сейчас прямо, извинитесь, возьмем просто простую величину машин, там 5 миллионов машин умножьте на 22. Подождите, вот смотрите, вы высказали, я вам говорю, 5 миллионов машин умножьте на 22 киловатта. Мы сейчас не будем на это тратить время, очень все просто. Если следующий семинар я начну, я извинюсь, если я ошибся. Вот так вот я скажу. Давайте сделаем. Валерий Валерьевич, поскольку я задала этот вопрос, можно я одно предложение скажу? Дело в том, что нижняя вот эта линия, которая нарисована, это не спрос на электроэнергию в Москве, а это то, что сегодня потребляют небольшое количество электрозаправок в Москве. И тогда вот от этой нижней линии более-менее становится понятно, почему она настолько растет. Итак, нижняя линия – это потребление электрической энергии в ЗСП Москва, которая включает Москву и Московскую область. Нет, ни электротранспорта, полностью потребление. Полностью. Тогда, конечно, очень много. Спасибо. А дальше, соответственно, все остальное – это огромные цифры, связанные с тем, что автомобилей в Москве достаточно большое количество, автомобилей в Московской области тоже достаточно большое количество, и топливо потребляется в Москве и Московской области по официальным данным тоже в достаточно большое количество. А для проверки всегда легко, еще говорю, взять, умножить 5 тысяч автомобилей только по москве который там 46 по моему миллиона 5 от ну возьмем там для простоты 5 миллионов нужно на 22 киловатт час я предлагаю два слайда сделать с расчетами их также выложить вот в чатик у нас тут есть граба результаты выложены я думаю что любой но но сходу то что ладно я предлагаю закрыть сходу с некоторые слайды смущали некоторые тезис смущали там получалось у вас то что перевод всего даже всего транспорта в три раза больше будет потребление чем текущие ну странные цифры 2 3 раза будет зависимости вот но давайте перепроверим окей хорошо тогда просто вариант счет и да и гипотеза используя пока будет у нас есть еще вопрос я бы перешел к выступлением на самом деле потому что там все-таки общая тема большая масштабная да в частности ходить не очень много поднятых рук а по каждой теме много поднятых рук а а рух то слушатели много поднятых вот да вот я сейчас увидел да владимир владимирович дырбенцов я вижу руку да давайте рух то было гораздо больше я не самый первый понимал давайте я быстро спрашиваю давайте какую цену выбросов вы принимали когда сравнивали цену выработки электроэнергии на типовых электростанциях и ве потому что я как-то не на одном слайде это не увидел на был уверенно говорили что выработка на ве она станет гораздо дороже смотрите я не занимаюсь вопросами сколько стоит понятно что есть там в россии там тысячи рублей там для там сахалина там установки я вам сказал что это в расчет очень простой нас есть сжигание топлива есть коэффициенты преобразования там топлива там допустим газа да там выбросы co2 то есть это характеристики которые не связаны со стоимостью топлива это характеристики связаны с расходом топлива и выбросами соответственно при сжигании вот этого топлива выбросами co2 ветер и солнце и могу сказать что ветер мы рассматриваем вместе с гту гту маневренной которая может включаться выключаться быстро изменять нагрузку у него кпд дай бог 35 процентов соответственно пгу которая соответственно может ввести более-менее нормальные режимы и так далее у него кпд там 50 55 процентов вполне как бы решаемо то есть у нас получается следующая картинка если у вас киум вия но здесь графиков нет этих этом хотел вставить новите даже с этими не успел меньше определенной величины скажем вот киум для солнца то у вас киум газа турбинной установки будет 85 процентов то есть вы 85 процентов времени сжигаете топлива с кпд там дай бог 35 процентов но в реальность у газа турбинной установки кпд при работе на по именах там дай бог 20 процентов так далее то вы просто сжигаете больше топлива и все но при текущей картинке мы говорим что ветер и солнце они зеленые полностью они ни на что не влияют а вот эти ухудшения режимов которые необходимо ввести а это перекладывается на другие станции да там том числе на старые станции и у них растут удельники сильно ухудшается кать эффективность выработки кондиционном режиме и так далее а дальше им горднулись морально устаревшие давайте их выведем это понятно все говорили но получается что все ваши сравнения они только для случая балансировки системы за счет существующей генерации то есть как бы не тот подход которые в общем-то рассматриваются в большинстве стран мира вопросу почему накопители вы как бы там вот как вот я честно писали что в большинстве без накопителей без накопителей да получается у вас все ваши расчеты для одного конкретного случая а для большинства других случаев которые на которые рассчитана как раз энергостратегия других стран вы не рассматриваете первое но не совсем так если вы возьмете вот посмотрите монографию по водород на что нам четко там прописаны стратегии европейского союза и видно что там пара газовой установки при увеличении доли ветра и солнца в энергосистеме европейского союза их доля будет снижаться значительно там с 200 с лишним гигаватт до там по моему 25-30 гигаватт при этом доля гту будет расти соответственно там с ним минимальных я сейчас не помню каких-то там до чуть ли не 200 гигаватт то есть по большому счету ничего такого с точки зрения понятия если есть законы физики то они никуда не денутся да мы честно пишем что по большому счету это без накопителей пока не будет промышленных накопителей энергии соответственно мы имеем вот эту картинку и на данный момент времени у меня там статья есть там про зеленые сертификаты я бы отдавал зеленые сертификаты к генерации а точно вот не ветру и не солнцу которые на данный момент времени в отсутствии накопителей в энергосистеме только ухудшают ситуацию хорошо скажите а вы когда-нибудь доклады лазарда использовали своих работах которые как раз усилы и сравнивают для разных типов генерации с накопителями без накопителей у них получается совсем другие результаты чем у вас мне просто интересно сравнивали вы себя с ними они 16 с докладом ну смотри как бы почему вы считаете что вы правы они посмотрите ну первое то есть вы есть некая теория да вот который я соответственно писал но жизнь-то идет правильно и всегда можно провести проверку этой теории на базе жизни вот у нас статья недавно вышла в теплоэнергетики в журнале теплоэнергетика и там мы провели сравнение изменения выбросов углекислого газа в энергосистеме германии с учетом изменения там соответственно да не там построили очень много ветрогенерации они построили солнечную генерацию дальше они выводили атомные блоки и так далее мы это провели эти проверку полностью расчет и мы показали что по большому счету за период с 2000 года по 2018 когда еще не было ни ковида не было там вот перехода на бурый уголь выбросы углекислого газа по факту на данных европейского агентства европейского агентства европейской комиссии там они выпубликуют свои отчеты ежегодные по энергетике они собственно не изменились то есть весь эффект был получен за счет перехода снижения объема выработки на угле на переход на газ вот и все понимаете это все можно проверить то есть вопрос упирается в том что можно сказать 20 отчетов каких-то и так далее ну знаете вот сейчас в заграничных журналах хорошего качества да там который там самый верхний я предлагаю на самом деле не спорить вы же сказали эти накопители не использовали расчет который вы привели как я понимаю вот тот слайд что я показывал они основаны на ваших расчетах скажем так технико-экономически сделано да сделано для режим там там без без даже экономика они подтверждаются данными которые мы взяли из германии на основании данных европейского союза это услышал я увидел вот вот феликс леонидович бык я видел тоже да филикс леонидович давайте вы спасибо у меня два вопроса первый вопрос не можете ли вы сказать как большой специалист по системным исследованиям каково соотношение тепловой нагрузки по мощности энергии и электрической нагрузки по мощности энергии во российской федерации данный вопрос я пытаюсь получить ответ тоже в течение там определенного количества время достаточно длительного по москве допустим соотношение 14 по мощности то есть 4 тепловая 1 это электрическая если мы берем опять же тут опять же тонкости следующие что насколько точные данные по по сипром да в сипром в некоторых случаях вообще это не фигурирует костным пришлось через тарифы искать там да там на передачу электрической энергии и соответственно тарифы на тепло соотношение 1 к 6 1 к 7 по москве для населения вы утверждаете что в москве необходимо 4 единицы электрической мощности на одну единицу тепловой нет я вам утверждаю следующее вы перепутали чуть-чуть может быть и не так сказали атаку на электрической и соответственно 4 соответственно тепловой то есть ну я вам подскажу соотношение и соответственно там 10 с небольшим это электрическая мощность москве хорошо я вам подскажу соотношение в энергии где-то один к двум один электрический 2 тепловой теперь вопрос на чем же нас тепловая будет энергия то вырабатываться коль потребность такая велика с вашей точки зрения с экологических последствий ну и точке и так далее так далее так далее тепловая энергия у нас вырабатывается сейчас в режимах к генерации на тэц и она вырабатывается соответственно на котельных да в том числе и в красноярском крае насколько мне известно мне хорошо известная энергосистема дальше соотношение один к двум когда вы говорите это первое мне в меньшей степени интересует тепло летом потому что тепло летом она соответственно меня особо не напрягает а вот то что я говорю про пиковые вещи соотношение 14 мне интересует потому что если будет срыв надежности теплоснабжения то у меня будет наброс нагрузки электрической потому что население период на электроотопление и вот у меня системные аварии будет беспокоить гораздо больше чем то что часть страны потребляет там до электрическую энергию нас есть много алюминиевых заводов которые тепло практически не потребляя да если не брать там эти глиноземные которые входят на врусский алюминий поэтому вопрос упирается в том что и да есть тепло есть электроэнергия по поводу тепла у нас достаточно москве там и в других городах есть определенный резерв мощности и сейчас где топлива сжигается больше для тепла или электричества для тепла сжигается больше топлива значит экологический вред от нее больше а кто он сказал что экологический вред от нее больше понимаете мы живем в холодной стране и первый график которая показана мы можем сделать нашу экономику углерода нейтрально если мы просто пересчитаем потребление электричество есть природного этого углекислого газа на заросших сельхозугодий который мы не пользуемся и тогда не нужно заниматься вопросами связанными с природным там газом тогда у нас соответственно в красноярске да там угольные блоки да там соответственно улан-удэ там вообще там смог стоит там когда там работает местное отопление там да то есть люди включают свои собственные там котлы да и так далее там дышать нечего туда там сколько несколько раз ездил отопительный период поэтому вопрос упирается в следующем мы должны обеспечить в рамках той же конституции российской федерации и всего остального должны обеспечить теплом электрической энергии и другими ресурсами энергетическими ресурсами наше население наша промышленность вот доступной цене а вопрос каким образом мы обеспечим углеродную нейтральность мы можем выполнять поручение президента а если мы вспомним что китай наш главный сейчас союзники и там партнер да он 2060 вы очень долго отвечать на обеспечить простой вопрос спасибо я получил исчерпывающий ответ спасибо антон игорь испызов говорит что он готов задать вопрос вот он как раз искренне да да здравствуйте коллеги меня слышно алло да меня зовут антон пыжов я из сибирского федерального университета института экономики организации промышленного производства суран прошу прощения отходил как раз ровно на те две минуты пока меня вызывали к вопросу у меня скорее не вопрос а все-таки продолжение дискуссии и вот я занимаюсь подробно проблемой лесов я сожалению сергей сергеевич с вашим тезисом не согласен категорически и эта позиция не моя лично позиция сообщества которое занимается этим вопросом в частности проблемой увеличения поглощения углерода наземными экосистемами дело в том что тот подход который вы предлагаете как выполнить требования указа он совершенно не соответствует никаким нормам ни парижского соглашения и другим нашим локальным нормативным актом в россии это первое соображение по это чуть подробнее скажу а второе самое главное дело в том что в этом привели слайд на котором обозначено что там довольно сложная какая-то модель расчета того как вовлечь сельхоз земли в оборот но надо понимать что на самом деле если именно на цель к 30-му году сократить на 70 процентов от 90-го года то эту цель мы уже выполнили там не надо никакую поглощающую способность учитывать и вот эта добавка в на в формулировке она возникла в законе и в указе три шестерки от 4 ноября двадцатого года не по причине того что вот за счет этого мы это сделаем а по совершенно другой потому что у нас есть известная проблема не до учета этой самой поглощающей способности много об этом говорили а теперь вот что касается темы связанные с сельхоз землю дело том что вы приводили ссылку на какие-то оценки пятнадцатого года я к сожалению не знаю о чем конкретно вы говорите но эту проблему очень подробно исследовали мы с коллегами вернее наши коллеги в основном из института космических исследований был проект в течение пяти лет космическая обсерватория углерода лесов россии и оценки соответствующие есть от о том потенциале сельхоз земель которые можно здесь использовать но повторюсь подход в духе что мы сейчас просто должны что-то там досчитать какую-то неучтенную углерод поглощающую способность он не соответствует принципу дополнительности это невозможно то есть все вся поглощающая способность которая происходит в естественных экосистемах мы с ней никакие манипуляции такого рода которые вы предлагаете делать не можем я готов подробно если необходимо ответить на детальные вещи но вот эту реплику я не могу не сказать потому что просто вот этот блок он точно в вашей очень интересной работе он мне кажется как минимум не соответствует тем знанием и представлению о проблеме которая обладает достаточно широкое компетентное узкое профессиональное сообщество спасибо типа смотрите я с удовольствием поговорил бы там если телефон вы перешлете мы можем поспорить потому что в конечном итоге в научных спорах именно рождается истина да то есть не просто спорах да именно в научно да у которых есть определенные проекты я могу сказать следующую вещь данные которые мы использовали ты данные которые разработаны если у нас стране несколько институтов до которые занимаются лесами там мы брали их статьи я встречался с видом которые этим занимались там уже там лет 40-50 которые соответственно рассказывали те или иные вопросы по поводу можно использовать и нельзя смотрите есть сектор земли пользования изменений земли пользования и лесное хозяйство в данном случае речь идет точно о изменении земли пользования потому что это было соответственно но и сейчас пока формально там да там соответственно это сельхоз угодья да их не перевели соответственно в в лесное хозяйство и в этом смысле это полностью соответствует требованиям которые там выставляется организации объединенных наций то есть это не лес который как бы был и который там изменился дальше у нас в стране существует там четыре группы специалистов которые делают свои расчеты по поглотительной способности лесов и одна группа она является официальной до которой на основании которой считаются расчеты три другие они в неофициальной но если мы сравним специалистов которые делали эти расчеты в тех группах то у них поглотительная способность наших лесов несколько раз выше чем у той группа которая делает расчеты для можно я я прерву вас дело в том что вы по крайней мере для меня сообщаете совершенно очевидные факты более того я соавтор работы совместно с академиком порфирио и еще целым рядом коллег из института народно-хозяйственного прогнозирования два года назад мы писали про эту большую работу мы все это прекрасно знаем поэтому это ничего здесь не доказывает и не приводит убедительных аргументов в пользу того что мы можем просто искусственно досчитать эти вещи а с людьми о которых вы говорите то есть вот эти самые группы мы тоже естественно знакомы сотрудничаем работаем мне это все совершенно понятно только это совершенно никакого отношения не имеет к идее того что вот те 30 миллионов гектар примерно которые сейчас оценивают эти площади и ирана что мы можем их просто взять приплюсовать и выполнить те цели причем повторюсь что саму по себе цель то мы выполнили по тому чтобы уложиться в эти 70 процентов задача то не в этом у нас задача к 60 году углеродная нейтральность по стратегии низкоуглеродного развития это совершенно другая другая история там нужно в два раза увеличить поглощающую способность управляемых экосистем и это вот давайте все-таки мне кажется просто что вот это ответвление оно к вашей работе совершенно никакого отношения не имеет и я не вижу никакого смысла продолжать эту дискуссию то есть вот эти вопросы они в науке разрешены и скажем точки поставлены вопросы совершенно в другой сейчас плоскости лежат как механизмы построить как значит лучше оценить проблем у нас состоит очень остро проблема состояния информации по поводу лесных ресурсов это тоже про это мы все подробно писали это обсуждалось миллион раз этом вот эти проблемы надо решать но вот эти но фундаментальные вещи а именно куда надо идти тут вот знаете но это нет смысла об этом говорить спасибо давайте свернем и валяй валяй ч я предлагаю призываю на самом деле да спасибо не все энергетики нас тут основном энергетики в курсе всего я тогда сделаю еще пару отсылочек у нас на сайте института находятся материалы с нескольких мероприятий не считая чисто публикаций где вся эта дискуссия достаточно подробно и на профессиональном уровне с ключевыми специалистами по россии да в этих вопросах сделано можно прийти посмотреть если надо но там всегда можно писать там я сам перешлю или отправлю коллегам которые лучше разбирается именно в этих вопросах co2 то есть весь этот комплекс вопросов он давно рассмотрен и на уровне ну вот да вот и антон игорь сейчас продемонстрировал позицию так коллеги у нас еще вопрос есть или мы к выступлением перейдем можно к выступлением тогда я опять может быть не вижу урок но по моему нету их на а вот и и и и и методический и системный подход и технический и цель отрядного актера здесь у нас да пассива спасибо спасибо вы знаете вот начну с тех слов да с которых дачу свой вопрос вопрос свой начал такое впечатление такой большой вы реестр затронули вопросов ну здесь и и и методический и Системный подход, и технический, и цены, и инвестиции, и госрегулирование, и планирование, и прогнозирование, и, в конце концов, экология. Вот, честное слово, я преклоняюсь перед вашим замахом, да. Но вот когда такой большой спектр рассматриваешь вопросов, да, неизбежно так немножко подставляешься. Почему? Потому что нельзя быть специалистом во все, всеядным. И вот вопросы, которые вам задавали, действительно, вот они направлены на углубление, на понимание и так далее. Ну, действительно, это трудно. Поэтому я, в принципе, ваше исследование, там, докторское, поддерживаю, в принципе. Хотя у меня есть, ну, свое понимание или свое отношение к тем, что вы продекларировали, да. Это вот первый, как бы, тезис. Второй тезис. Вот у меня такое сложилось впечатление, вы много о чем, вот о всем этом сказали, но в каждом вопросе вы, как бы, их не досказали, не поставили какой-то точки. Вот трудно, а в чем же вывод из этого состоит, как бы, очень трудно понять. Ну, я буду из того понимания, что вот мне близко, как бы, вот что меня зацепило. Я сразу скажу, я не электроэнергетик, да. Я вот на ваше исследование смотрю с позиции прогнозирования, с позиции госрегулирования и так далее. Вот первое, что бросается в глаза, да, вот первое. Ну, для меня, во всяком случае. А вы оценили проблему, вот ту, которую я уже говорил там, с которой начинал. Проблема того, что внизу, на местах, в регионах более такое прогнозирование, более предметное прогнозирование, чем вот на уровне, там, Российской Федерации на 15 лет. Ну, и здесь я пытался понять, а в чем же ваше предложение, и я, честно говоря, не очень понял. Хотя, сразу могу сказать, что это дилемма, это разрешалось. Достаточно разглянуть на нашу историю, да, наша страна богата теорией планирования, да, вообще-то говоря. Ну, вот, как бы, из того, что надо было бы, на мой взгляд, это вот надо было учесть практику планирования, вот, недалекое советское время. Да, мы можем сейчас критиковать с вами, там, план, там, система планирования, как там, обязательная, и его директивность, и так далее. Но то, что была система планирования, встроенная система планирования, да, здесь отрицать нельзя. И она бы ответила на многие вопросы, которые вы дальше там освещали. Ну, например, а в чем это была система планирования? А в том, что, да, на 15 лет разрабатывались схемы развития и размещения конкретных областей, субъектов федерации, где детально, вот то, что вы говорили, все это детально рассматривалось. Потом это увязывалось схему развития, схему развития всей Российской Федерации. И вообще-то говоря, была система документов, она состояла из чего? Схема развития и размещения производительных сил, она на 15 лет. Дальше была энергостратегия, она уже на 5 лет более глубоко, это на 20 лет. И, наконец, комплексная программа научно-технического прогресса на 25 лет. В чем была логика, которая помогла бы вам здесь ответить на многие вопросы? КПНТП, комплексная программа, это конкуренция не денег, не цен, не проектов. Это конкуренция тех инноваций, которые могли быть. Это вариантность рассмотрения наиболее приемлемых инноваций. Дальше. Схема развития и размещения. Она должна быть увязана была с теми точками, которые были приняты по новым технологиям. Здесь уже пошла конкуренция опять не цен, о которых вы говорили, вовсе не цен. Здесь конкуренция крупных инвестпроектов на 10-15 лет. Ведь электроэнергетика – это в долгую, на самом деле, это строительство в долгую. Здесь конкуренция инвестпроектов. И, наконец, только пятилетние планы. Да, там можно говорить о ценовой планке, о которой вы говорите, дорого или недорого. Вот была какая логика построения. По всей вероятности, вот что-то подобное необходимо нам вводить в эту эпоху, когда мы переходим к позиции, все ближе и ближе становимся к модели мобилизационной экономики в нашей Российской Федерации. Немного смутили меня там ответы на мои вопросы по поводу, там, вы отвечали. Вот это дорого, вот это дорого, вот здесь цены дорого. Вот я, как экономист, могу сразу сказать, что я, например, мы экономист, ну, я буду за себя отвечать, будем так говорить. Очень трудно оценивать дорого или недорого так сроком на 15-20-25 лет вперед. Ну, трудно. А все это оценивать показателями экономической эффективности. Вот очень это трудно сделать, да. И более того, когда мне говорят, вот эта технология сейчас дорогая, да, я сразу вспоминаю просто бытовой, совершенно бытовые наши случаи. Ну, я немножко постарше, наверное, чем вы. Я помню еще время, когда телевизор, который назывался КВН, да, был настолько дорог, что мы ходили смотрели эту линзу, да, ходили смотрели вот целыми семьями, собирались, смотрели это телевизор. Дорого, не каждый мог купить этот телевизор, да. А сейчас он в каждом мобильнике, я извиняюсь, и даже у каждой бабушки, она за пенсию это может сделать, за свою пенсию посмотреть телевизор. Поэтому категория дорого или недорого, все зависит от того, а какая будет скорость научно-технического прогресса, как она будет удешевлять эту инновацию, понимаете. Поэтому надо отвечать на этот вопрос. К сожалению, я не услышал, вы там проанализацию сказали, балансовый метод и так далее, они мне близки, но я понимаю, сколько за этими словами балансовый метод стоит по противоречивости, в том числе и по поводу научно-технического прогресса. То есть как же вы будете на 15-25 лет уметь прогнозировать удельные расходы, там, электроэнергии на те или другие процессы. Возникает вопрос. Ну и, наконец, меня немножко, я уже заканчиваю свой спич, немножко шеломили ваши ответы на вопросы, которые были. В отношении ВИО, да, будущего ВИО. Дорого, не очень перспективно. Так, потом, накопители не надо, это тоже очень, как бы, дорого накопители. Дальше. Новые инвестиции в новое строительство. Не надо, лучше базироваться на наших старых мощностях. Сразу себе задаю вопрос. Я извиняюсь. А мы вообще хотим переходить на модель, этот самый, опережающий развитие экономики как-то мы? А для этого же нужны новые технологии? Да? А как же без новых инвестиций в новые технологии? И что вы предполагаете, что базироваться будет наша энергетика? Не нужно ВИО, не нужно накопители, не нужны там новые строительства, водород не нужен и так далее. Вы что, думаете, что все замкнется? Я так для себя, потому что они правильно делают, что мы будущую экономику будем делать на тепловой энергетике, на модернизации только. Я извиняюсь, не надо отвечать, вы потом ответите. И здесь вообще скептически у меня. Может, я опять не прав. Но такой теоретический вопрос. Вот тепловая энергетика, по большому счету, на мой взгляд, вот 250 лет, примерно, 200-250 лет занимается усовершенствованием цикла кордон. Вот в том или ином виде, там, от 3%, от 5% парового двигателя и до сегодняшних 40%. Вот 200 лет занимаемся этим, да, теплоэнергетиком. По большому счету. Что же, предлагается вот еще лет 100 дальше совершенствовать цикл кордон. Или, может быть, надо переходить на другие способы генерации, в конце концов, на другие способы генерации, там, ВИО, атомная. И здесь это очень диссонирует с той программой, которую я услышал на РЭО, когда конкретные специалисты говорили о масштабах накопителей, производства аккумуляторов. Системный оператор, заместитель генерального директора, я был удивлен, когда системный оператор рассуждал категориями. А на Востоке мы будем присоединять где-то в изолированных регионах, будем присоединяться к действующим электросетям и производить конверсию водорода, сказал системный оператор. Для того, чтобы этим водородом заместить его потребление на котельных, на угольных котельных, вот что он, какими категориями оперировали специалисты. Я не специалист. Я только повторяю мнение того наплыва новаций, о которых я услышал. Поэтому мне странно, немножко из ваших уст было, что в водороде нет перспективы, да, зеленого водорода тоже нет перспективы. Воды, наверное, у нас неплохо. Смотрите, вот чуть-чуть. Можно я говорил про зеленый водород? Сейчас, сейчас, да. Ну, собственно говоря, могу дальше как бы, да, опять я говорю, имеете право на точку зрения. Я даже ваши 100% поддерживаю. Надо такого широкого спектра делать? Надо. Обязательно надо. Но чем шире такого сорта исследования, тем больше должно быть встречи для дискуссий, для того, чтобы в каждой точке, да, обозначить, ну, правильность решения проблемы. Понимаете, от шин, которых я тоже там так услышал достаточно, до лесов и так далее, где специалисты есть, да, вот каждый это требует обсуждения, каждая, опять. Вот это не критика, это вот как бы способы понять вас и поддержать вашу широту, на самом деле. Да, спасибо. Олег, кто-то хочет выступить из присутствующего в онлайне? Я тогда очень коротко что-то подведу итоги, я от себя тоже скажу обратную связь. Вначале обратная связь на доклад. Мне не хватило в докладе некоторой систематизации представленных результатов. Я для себя видел три блока, скажем так, больше таких аналитических, вот технико-экономических расчетов, а вот предложение мы вот в конце из вас вытягивали уже в дискуссии, хотя мне казалось, там явно ряд результатов, которые я там поддержу как эксперт, как экономист, как энергетик с энергетическим уклоном, скажем так, являясь экономистом, да. То есть вот тезис о том, что, да, можно получить экономную энергетику, да, эффективную энергетику на, условно, там, советских, да, заделок, да, при таких-то, таких-то регуляторных, да, или там, организационных решениях, да, там, понятно, да. Вот тезисы, да, о том, что там газовые турбины западного образца, они там имеют плюсы-минусы, вот такие-то эффекты, да, то, что они не дали, да, то есть ряд сильных результатов, которые хорошо защищаются, их, я, мне не хватило их вписание в ту концепцию, которую вы продвигаете, и в те предложения, которые вы затем там выдвигаете, вот, мне кажется, вот здесь вот можно сильнее это все привязать, вот это вот впечатление от доклада, я вижу, там, есть куда развивать. Часть тезисов, мне кажется, или лишние, или, скажем так, вот слишком широкие проблемы, да, то есть там вопрос, мы дошли, да, там, до лесов, мы дошли до шин, мы дошли, там, еще там ряд вопросов, хорошо, ну, не хорошо, а то, что не очень подробно вы в конце, там, ряд слайдов пролистали, а то бы мы еще ряд технических деталей бы закопались, да, там, в типа накопителей, слава богу, мы туда не ушли, там тоже есть чем заняться, и по каждому из них можно ни одну диссертацию писать и так далее, да, понятное дело, что один доклад, там, одна работа, она не может в себе содержать слишком много деталей, да, вы должны вот как-то ограничить это, и вот даже с точки зрения восприятия слушателей, потому что в какой-то момент было тяжело, интересно явно слайд, а там три графика, и ты не успеваешь осознать, при том, что я там с частью работ знаком, да, то есть мне легче это было, чем большинству зрителей, вот мне кажется, вот в этом направлении полезно доклад дорабатывать. Спасибо, ответное слово, у меня просьба меньше, ну, условно говоря, там, коротко ответить, и как-то не уходить в детали, да, не уходить в дискуссию, да. Большое спасибо. В любом случае, я точно понимал, что споры будут, то есть, как бы, они есть и всегда, и поэтому, как бы, я заранее шел на это. Большое спасибо всем, кто принял участие, да, при этом я четко говорю, что в научном именно спорах рождается истина. Вопрос, который стоит, у нас есть иерархия, различная иерархия различных документов, которые должны приниматься, да, и, понятно, ни один человек не может знать все, да, но есть те люди, которые должны формулировать задачу, и чаще всего они, как бы, не обязательно являются специалистами в каждой отдельной области. А дальше, соответственно, о этих разных уровнях иерархии идет работа именно с профессионалами, и, соответственно, идет итерационные процессы, то есть, ну, то, что, собственно, было прописано в Милентьево, да, который взаимодействует между собой и находит на некое там наилучшее решение. По поводу водорода, я не говорил, что я против водорода первое. Я говорил, что мой зеленый водород, который на базе ветра и солнца является неконкурентно способен, наша страна будет, как бы, иметь самую дорогую энергетику при худших, климатических ситуаций, в этом смысле она неконкурентно способна. Водород можно вырабатывать, соответственно, другими способами, и это, в принципе, есть там в наших работах, да, то есть, как бы, вопрос не ставится. По поводу того, что я призываю всех работать на старом советском оборудовании, это тоже нет, я озвучил, может быть, плохо озвучил, а у нас сейчас ничего другого нет. То есть, я не против науки, я сам заканчивал физтех, я двумя руками за науку, чтобы деньги выделялись на науку и так далее. Я исхожу из того, из простой вещи, что завтра, послезавтра, через 5 лет, через 10 лет мы должны обеспечить всех наших граждан электроэнергией, теплом по приемлемой цене. И через 15 лет. Если можно, какой-нибудь прорывная технология позволит нам в течение вот этих 10-15 лет обеспечить нас электрической энергией, теплом и вывести из эксплуатации все советское оборудование, ну, я такое не вижу, да. Строительство атомных станций, насколько я понимаю, да, идет там 7 лет одной электростанции. За границей строят еще дольше. Строительство чего-либо водородного, да, там, соответственно, с учетом взрывоопасности смеси водородной, да, там, в отличие от того же метана, который у нас периодически взрывается, да, хлопки происходят, тоже, в общем, это время точно не 5, не 10 лет, а значительно больше. То, что сейчас построят там какое-то количество объектов, да, ну, это замечательно, то есть посмотрим, как это будет работать. Для меня это, собственно, наука и технологии. Вопрос переходить к масштабному внедрению в энергетику, мы должны четко с вами понимать, по какой цене, то есть какая стоимость это будет для экономики и для людей. Не более того, я не против науки, я не против, тем более, водорода, да, я просто говорю о том, что, ну, может быть, плохо, неправильно сказал, торопился, я понимал, что не успеваю уже за час, когда у тебя там 60 слайдов, то есть уже очевидно не успевал, понятно. А так, ну, в общем, вопрос упирается в том, что, да, действительно готов обсуждать там какие-то дальнейшие вещи. По некоторым вещам я услышал, да, какие-то вопросы, они будут интересные, буду использовать. По каким-то вещам я не согласен, потому что общался тоже с ведущими специалистами, да, у нас в стране как бы есть разные группы ведущих специалистов, они, каждый из них, имеет право на существование, там, по той же самой теме сельхозугодий и так далее. И идея как раз была в том, что если мы с вами выполнили те или иные задачи по постановке президента, да, то, может быть, мы сконцентрируемся на вопросах, которые являются более жизненно важными и которыми нужно решать именно сейчас. По поводу вопросов энергетической стратегии, если вы посмотрите, что там ключевое написано, там везде написано, что действующая, сейчас новая должна выйти, надеюсь, что там будет по-другому. Ну, старый там потребитель никогда там не было, ни в каких, а сейчас, можно тогда, я просто завершу тогда, там увеличение доли биржевой торговли, а в тепле то, что вот там людей интересовало, увеличение количества городов или регионов, в которых там будет внедряться альткотельные. Понимаете? А у нас с вами стоят реальные задачи, и понятно, мы потеряли время, и то, что мы, вопрос вот с этими ПГУ, что они выйдут через 15 лет, надо заново их модернизировать, это обсуждалось еще там и в шестом, и в пятом году и так далее. То есть это было понятно. И если мы будем с вами прогнозировать не на 15 лет по структуре, потому что что это 15 лет? 15 лет это ПГУ. И как бы в течение, пока она работает, все хорошо. Хорошо. А что мы делаем на 16-й год? На 16-й год у нас вообще нет ничего, и мы заново вот в течение пяти минут должны что-то построить в больших количествах. Поэтому, с моей точки зрения, прогнозирование должно быть не на 15 лет, а на хотя бы там на 30, на 40 лет, с учетом того, что нам нужно три раза будет построить ПГУ, или там три раза заместить газовую турбину. И когда мы считаем, то мы должны переходить уже, если в более коротких вещах, на жизненный цикл рассчитывать, а не только, что вот у меня там модные, эффективные, современные и так далее. То есть в этом смысле как бы у нас с вами есть реально сейчас определенные сложности. У нас вопросы с реактивной мощностью не решается, напряжение более высокое в системе и так далее. А так большое спасибо. Одну прозву. Валерий Валерьевич, можно ли? Я вижу вас, да. Давайте мы Виталию Васильевичу дадим, а потом, да. Виталий Васильевич, пожалуйста, я думаю, ладно. Одна маленькая реплика. Надо понимать, что за последние пять лет ни одно решение в области энергетики не принималось по экономическим соображениям. Все решения принимались по политическим соображениям, куда входят и научно-технический прогресс, и общая политика, и, конечно, экономика. Но не цены. Поэтому, когда мы абсолютизируем ценовой фактор в вопросах стратегии, мы искусственно консервируем наш прогресс. Поэтому я призываю всех наших стратегов перестать заниматься абсолютизацией ценовых вопросов и более широко посмотреть на вещи с позиции глобальной человеческой политики. Все, спасибо. Виталий Васильевич, он еще раз укрепил мой первый тезис, с чего я начинал в отношении цен. И я вам просто предлагаю, посмотрите на электроэнергетику не с позиции цен, как вы рассматривали перспективы, а рассмотрите ее с позиции необходимого достижения роста производительности труда в экономике. Вот такой подход, он был в советское время. Сначала ставилась цель достичь производительности труда, а электроэнергетика, это, конечно, она стимулирует рост производительности труда. Вот посмотрите, лучше подойти вот и с этих позиций. Будем так рассмотреть. Спасибо. Сергей Сергеевич, спасибо большое за доклад. Я надеюсь, вы получили обратную связь, вы получили информацию для размышления, да, и сегодняшнее выступление будет полезным. Спасибо, до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok